Аплодисменты Боец UFC Ислам Махачев Боец UFC Зубайра Тухугов Боец UFC Тагир Уланбеков Боец промоушена Беллатр Ислам Мамедов Чемпион Лиги ПФЛ Мавлит Хайбулаев Чемпион Игл FC Ренат Хавалов Чемпион ACA Магомед Расул Хазбулаев И новый амбассадор бренда Фитро Человек, который, наверное, один из самых известных гимнастов России на сегодняшний день Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Заслуженный мастер спорта России Никита Нагорный Дождемся наших участников И будем приступать Вы знаете, что у многих бойцов, у спортсменов, которые здесь находятся впереди важные бои Вы сможете задать вопросы, наверное, на все интересующие вас темы Но не забывайте, что в основе всего у нас сегодня все-таки бренд Фитро И, соответственно, я готов дать приветственное слово Хабибу Нурмагомедову Приветствую всех Саламу алейкум Вижу очень много знакомых лиц Кого даже давно не видел Ну, спасибо большое всем Что пришли Журналистам Большое спасибо Друзьям, которые пришли Спасибо Спасибо нашим амбассадорам Друзьям Нашим партнерам Большое спасибо, что пришли И сегодня мы проводим вот такую большую пресс-конференцию Связана она будет с моим брендом Брендом Фитро И мы сегодня расскажем о наших планах Что мы хотим И вообще какие у нас цели связаны с этим брендом Так что буду рад Будем, точнее, рады ответить на все ваши вопросы Давно мы не встречались с журналистами Так что давайте начнем Спасибо большое Так, коллеги, мы можем приступать Единственное, не забывайте, что у нас сегодня в числе гостей не только Хабиб Нурмагомедов Задавайте, пожалуйста, вопросы всем участникам конференции Ну и самое главное У всех будет возможность задать все, что вас интересует Вы все сможете спросить Но единственное Пара вопросов Потом смена, чтобы у нас была какая-то динамика И, возможно, через какое-то время мы опять к вам вернемся И вы еще сможете накинуть вопросы, которые не успели задать Давайте приступать Первый вопрос Здесь Хабиб справа от тебя Расскажи, почему в названии исчезло твое имя Раньше это называлось бренд Фитро Бай Хабиб Теперь называется просто Фитро С чем это связано? При том, что ты выкупил этот бренд Да, это хороший вопрос Он даже Может даже и до сих пор такой стоит у нас в воздухе Это вопрос нерешенный Я просто хочу, чтобы он назывался Фитро Я не хотел бы, чтобы его привязывал Она так сильно привязывалась к моему имени Так как здесь есть уже серьезные личности Вы сами видите за столом На этой пресс-конференции, кто сидит И я бы не хотел, чтобы, например, они были Амбассадорами Амбассадорами Фитро Бай Хабиб Например, Нагорный Он сам по себе такая личность Олимпийский чемпион Многохратный чемпион мира Так что я думаю, что будет правильно Что не привязав к имени Будет развиваться бренд А помимо Никиты Нагорного Планируются ли какие-то еще подписания В команду бренда Из других видов спорта Не из ММА? Да, у нас есть планы У нас есть планы Просто сейчас не хотел бы озвучивать У нас есть планы Подписывал дальше тоже Амбассадоров Но у нас условия Что этот человек должен быть Как минимум У него должен быть калибр чемпиона Так скажем Посмотрите сами здесь Кто сидит Это все люди Которые, например, в любительских видах спорта Они выигрывали по различным видам спорта Разные чемпионаты мира России, Европы И там вот сейчас в профессионалах Является одним из лучших бойцов мира Вы сами видите здесь Сколько чемпионов Так что да У нас впереди планы Подписывать все больше чемпионов Будет ли какая-то интеграция Между Фитро и Лигой Игалов Си Будут ли там тоже чемпионы, например Получать какую-то возможность Тоже стать амбассадором бренда Если вы видите, что там достойный чемпион И скажем, у него много подписчиков в соцсетях Он активный, он медийный Будет ли какая-то дополнительная опция Для бойцов именно в лиге Вообще у любого чемпиона есть шанс Подписаться с каким-нибудь брендом Когда человек становится медийным Когда у него есть пояс Организации, когда он действующий чемпион мира Я думаю, что К нему подтягиваются спонсора Я думаю, что это даже не только Фитро касается Сколько брендов у нас в России есть Которые хотят сотрудничать С различными чемпионами С различных организаций Так что, да Вот эти моменты мы будем Конечно Рассматривать Но пока что мы решили Свет выйти с такими амбассадорами Это только начало И я думаю, что так Неплохо так собрались И вопрос Никите Никита, расскажи вообще Как появился этот вариант И следил ли ты когда-нибудь за ММА И насколько глубоко ты вообще знаешь От вид спорта Вот эти ребята Которые с тобой сидят Да, сегодня здесь Как следил ли ты за их карьерами когда-то Добрый день всем Конечно, мне кажется Что здесь каждый следил за историей За, так скажем Становлением и Хабиба И команды Для нас, как и для профессиональных спортсменов Это, наверное, было самое интересное И продолжает быть И Хабиб с командой Был мотиватором Для всей страны Для всех спортсменов В том числе и для меня И, конечно, для меня Это не просто Очередное событие Которое сейчас, допустим Часто случается после Олимпиады Все-таки что-то Личное, душевное Потому что Ребята, они Не просто мотивировали Идеология их И, в принципе Их ценности Они совпадают И для меня Это, наверное, одно из важнейших Что произошло после Олимпиады Поэтому я благодарю и Фитро И, конечно, всю команду За то, что они доверили мне Но, в свою очередь Конечно, я Буду максимально стараться Проявлять себя внутри команды Ну, мы знаем Помимо того, что ты олимпийский чемпион Еще ты очень активен в соцсетях Много роликов с твоим участием Где ты делаешь трюки И как ты думаешь Это повлияло на Этот фактор повлиял на то Что тебя подписали Потому что, помимо Ты выдающийся спортсмен Ты еще активен в соцсетях И ты можешь продвигать бренд Таким образом Я думаю, что В принципе Работа, которая ведется В зале и вне зала В совокупности Она дает результат Поэтому Нельзя, наверное, выделить Конкретно Именно мои видеоролики А, в принципе, вся работа Вся деятельность Она приводит к общему результату Поэтому что-то конкретно Выделять не хочется Но Я думаю, что в совокупности Да, это тоже повлияло А кто-то из твоих коллег В твоем виде спорта Как бы задавал тебе вопрос Как это получилось Есть ли вариант у них тоже Подписаться с таким брендом Ну, пока что, конечно Я В принципе То, что сейчас случилось Здесь конференция Это и есть согласка Этому всему Поэтому Я думаю, что Конечно, будут поступать Такие вопросы Но В основном, в принципе У нас Наоборот Поддержка больше из команды Идет, когда случаются Какие-то события Не знаю, как после этого Конечно, будет Но, надеюсь, тоже будет поддержка Коллеги, продолжим Кто следующий? Ирина Саламу алейкум Саламудин Умаров Мета ММА Во-первых, хочу поздравить Зубайру Тухугова С бракосочетанием И у меня первый вопрос Хабибу Нурмагомедову Какое значение Для вашего промоушена Будет иметь Турнир Майами Который пройдет 28 января Что он даст И на какой эффект Вы рассчитываете Учитывая, что ECB уже проводила Турниры по всему миру Но вот такого Вау-эффекта Это не дало Чем будет брать EFC? Спасибо Ну, насчет Это, насчет Eagle FC Связано С Америкой Я завтра вылетаю На пресс-конференцию У нас будет В Майами 15-го числа Большая пресс-конференция Я там чуть-чуть Больше Раскроюсь Отвечу коротко Я думаю, что Ну, во-первых У нас есть там Очень серьезная инфраструктура Большая студия Которую мы строили В течение года И нам не нужно будет Летать по городам И проводить где-то там В разных городах Договариваться с разными Атлетическими комиссиями Чтобы мы могли Проводить турниры У нас такой Домик будет В Майами Eagle FC Мы будем на месте Принимать На месте Проводить турниры И у нас Очень серьезная команда У нас Нету такого Что офис Который находится Здесь в России Проводит турниры В Америке Нету нас В Америке Отдельный офис Так что Ну я даже думаю Что Сейчас Шамилю тоже Такой вызов будет Потому что Будет такая Некая конкуренция Между Eagle FC Которую проводят В Америке И здесь В России Между ними Будет некая конкуренция Кто проведет Лучший турнир А кто руководит Eagle FC В Америке Резван Резван Магомедов Руководит Он давно в теме И он знает Практически весь мир Все сообщество В ММА Ну нужных людей Так что Вот сейчас Даже Мы скоро выйдем Картам 15 числа Который будет Я думаю Что этот файт Карт Будет очень интересен Для многих Болейших Болейших Всего мира Еще вопрос В догонку Эванс Сильва Ренан Барао И карьера этих бойцов Они переживают Сейчас Мягко говоря Не лучшие времена Их участие В лиге Это разовая акция Для выхода На новый рынок Или же Вы будете Дальше давать шансы Вот таким ветеранам ММА Выступать В вашем промоушене Ну без них Никак По-любому Нужны имена Чтобы привлекать Внимание Но под них Будет очень много Серьезных бойцов Которые В будущем Имеют Потенциально Могут стать Чемпионами В любых лигах мира Так что У нас есть Такие подписания Вы назвали Троих Но точно так же У нас есть 10-15 подписаний Которые В СМИ Они не так Сильно Распространились Но Они имеют Шанс Потенциально Стать Серьезным чемпионом И мы будем Уже Под их Прокачивать У нас В следующем году Мы хотим Где-то 8-9 Турниров провести Чисто в Америке И последний вопрос Исходя из этого Можно ли сказать Что в ближайшем Будущем Мы можем увидеть Тони Фергюсона Коди Гарбранта Под эгидой И ЭФСИ Все может быть Мы открыты Ко всему Мы даже Сейчас ведем Через два дня Ближе к пресс-конференции У нас уже будут Ответы Скорее всего Наверное Кевин Али Тоже подпишем Потому что Мы уже близки К подписанию Но это неофициально Почему бы и нет Но эти люди Делали себя На протяжении Всей своей карьеры У них там Больше 10 боев В ЕСИ Бывший чемпион ЕСИ Я думаю Что Да это конечно Там Так скажем Там Не Ислам Махачев Там Да Подписать человека На такой серии Да Но Тоже так Неплохо Да Там Барау Ли Рашад Эванс Так что Я думаю Что это Правильная политика Спасибо Всех приветствую Бричанков Антон Советский спорт Хабиб Сейчас Выголз в ЕСИ Активно ворвался Гамзат Хермагомедов Провел Красочный бой Яркий нокаут И После боя Сказал Что я хочу драться Со Шлеменко С лучшими Ну Акцентировал Внимание на Шлеменко Какова вероятность Того Что этот бой состоится Это может быть Претендентский бой Рейтинговый бой Просто Какова вероятность Что этот бой случится Давайте я примерно Опишу вообще Все что связано С 84 килограмма Вообще 84 килограмма Сейчас в России Это я считаю Что это самый медийный Вес Вот у Файт Найт Там что творится 84 Да У нас тоже там Скажем Движуха не послабее Сейчас происходит Это Хиромагомедов Шлеменко Адилов У Файт Найц Там Минеев Исмаилов Есть Шара Есть Еще Бархударя Ну Такое Интересное Противостояние Происходит Ну у нас Сейчас мы договариваемся На счет 84 Какой город Заберет этот бой Бой за пояс Адилов Шлеменко Это мы сейчас У нас идет Москва Казань И Сочи Мы хотим ее сделать В конце марта И в этом же турнире Мы хотели бы Организовать Претендентский бой Хиромагомедов Против Даурена Ермекова У нас Ну Вот такая четверка Нарисовалась Мы хотели Везет Ну у нас последний бой У Шлеменко По контракту Насчет того Что будут они драться В будущем или нет Я вам Ну Это у нас в договоре Не было Шлеменко Это надо садиться Разговаривать Ну Хиромагомеду Нужно просто Продолжать выигрывать И все Я думаю Что большие бои Они придут Самое главное Чтобы выигрывать И еще если он будет Выигрывать В таком зрелищем В этом стиле Я думаю Что он найдет Себе большие бои Спасибо Хабиб Умар Приветствую тебя Мне кажется Что многие стали Иногда Или не знают Или забывают О твоей любительской карьере Расскажи Что для тебя Значила любительская карьера Какие ты там Успехи достиг И как ты считаешь Нужно ли бойцу ММА Сейчас Тем кто хочет Быть в этой сфере Драться по любителям Спасибо Ассаламу алейкум Добрый день всем Да безусловно Любительская карьера Имеет огромное значение Потому что Даже зала Ребята Выходят на свой бой Но Игл и все Это не такая Огромная Скажем Организация Даже вот Заходя в клетку Они там теряются Они не могут Себя найти И Те показатели Которые у них Бывают в зале Они могут И болевые делать И в стойке драться В клетке Они этого не показывают Это связано с тем Что у них нет Любительского опыта Насчет моей Любительской карьеры Я долгое время Когда вот Восемнадцать Лет Было девятнадцать Я просил Дяде говорил Брату говорил Давайте сделайте Мне профессиональный бой Я готов И они все время Меня оттягивали Оттягивали До тех пор Пока я не показал Хороший результат В любительском спорте Это был чемпионат мира По боевому самбо Потом следующий Это был чемпионат России По ММА Тогда был очень хороший состав И Мир тоже выиграл И только после этого Мне дали шанс Проявить себя в профессионалах Как вам мысль такая Сейчас Шлеменко Подерется с Адиловым Если Саша выигрывает Я знаю что у него Последний бой По контракту Я думаю что нам всем Нужно с ним собраться И обсудить бой Минеев-Шлеменко На ежегодном турнире Памяти Адлуманапа Нурмагомедова Примерно по срокам Если посмотреть Сентябрь И сделать объединительный бой За два пояса Минеев-Шлеменко Шам ты тоже здесь да? Это первый Следующий вопрос задам Да ну хорошо Спасибо Шамиль Сейчас я отвечу Сейчас разнесу Смотрите Ну давайте Во-первых Не будем списывать Адилову Вы сами видите Какие выступления Этот боец показывает Ну я вот как Человек который давно В этом виде спорта Я просто хотел бы Я считаю что 50 на 50 Я думаю любой выиграет Адилов и Шлеменко Я думаю что Если я раньше думал Что Шлеменко выиграет Я сейчас думаю что 50 на 50 Любой может выиграть Во-первых Во-вторых У Шлеменко Последний бой по контракту После этого боя Мы уже не имеем на него права Дальше уже нужно садиться За стол Давайте представим Что Шлеменко выиграл У него будет так же Возможность Мы то проводим Объединенный турнир в сентябре Но Если он выиграет пояс Он то ведь может подраться И на UFC В октябре Который проводят В Абу-Даби Есть такие Предпосылки Что его подпишут Скорее всего в UFC Если он станет чемпионом Игл UFC 84 килограмма Это я про Шлеменко говорю Так что нужно будет Я думаю Бойца смотивировать Как-то удержать Я не знаю Что выберет Шлеменко Подраться в UFC Или подраться с Минеевым Здесь в России Или подписаться в UFC Продолжить свою карьеру Это уже вопрос Точно не ко мне И Шлеменко Уже сам должен И примет решение Но Для меня лично Мне например Было бы это очень интересно Я вот например Как владелец лиги Например Если мы проведем Объединительный бой Шлеменко против Минеева Я думаю Что это самый большой бой Который сейчас можно Здесь в России Организовать Между российскими бойцами Но опять таки Что выберет Шлеменко Во-первых Он должен выиграть Пройти Адилова И дальше Он должен Принять решение Потому что Я знаю Что у него уже будет Выбор Подраться Например С Минеевым Или в UFC Ну все Я на самом деле Услышал то что хотел И то что думал Я считаю Мы совместными усилиями Можем его убедить Даже в случае победы Ну поговорим Хотя да Каждый боец Наверное стремится В UFC Это там цель и задача любого И второй вопрос Всех пацанов Можно поздравлять Потому что каждый из них Недавно бой провел Есть что сказать Про каждого Но это было бы долго Я вот конкретно С Мавлином хочу Значит Он не так давно Стал чемпионом Гран-при И выиграл пояс PFL Если кто-то не в курсе То это Это не просто Один бой Это как и К любому чемпионскому поясу Такая большая дорога Он Хорошо подрался В группе Сейчас Миллион долларов Победа Просто хочу узнать Что ты сделаешь С этим миллионом долларов Как потратишь Камиль Камиль В доле Или в тему Не Это я у него Отдельно спрашиваю Даже Это он мне должен Сам сказать А вот Про миллион Как потратишь Интересно В самом деле У меня есть Старшие братья И отец Я не перешагну Через них Можно Ну в общем Я не располагаю Можно сказать Этими деньгами Скажи скромно Так Хорошо Об улучшении Жилищных условий Там что-то Можно говорить Квартиру себе Мухачкале Купишь Ну Альхамдуллах Я в этом не нуждался Можно сказать Я Жил в достатке Конечно Что-то можно будет себе позволить Хотя бы сейчас Какой план на следующий год Еще один сезон Грам-при ПФЛ Конечно Будем настраиваться На следующий сезон Посмотрим Сейчас Будем ждать У меня есть вопрос Камилу А что насчет Веса 84 Если в сентябре Только собирается Минейв драться С чемпионом Игл И все Что насчет Других ребят Которые заслуживают Титульный шанс Весь будет Застаиваться Или Минейв будет Драться С кем-нибудь Из тех Кто заслуживает Там есть Очень хорошие ребята Да Давайте Раз вопрос Ко мне Я думал Что ты говоришь Сказали Про Шару И Шара И другие Есть там Там Сейчас обсуждаются Шара И Артур Или Булатов Да Значит Про каждого скажу Что Мое мнение Что на титульный бой Они еще не наработали Но они очень близко К этому Хотя Наша лига тоже Иногда давала Титульные бои Бойцам Которые В лиге Вообще Ни одного боя Не провели Но там За них работало Имя Или это замена Или необходимость Какая-то У Шара Есть принципиальный бой С Бархударяном Если сейчас Шара подерется С кем-то другим Это будет странно Они уже Согласились Подраться Что касается Али Булатова Если он выиграет Еще раз Я считаю Что он заслуживает Того Чтобы сменил Драться Просто произойдет Это раньше Чем Тот же Возможный бой С Шлеменко Возможно Сейчас в апреле Рамадан начнется До апреля Значит Они должны подраться Потом все будут На паузе Тема популярная Вообще Он очень популярный Здесь объединяться можно Потому что Адилов Значит Тот же Шлеменко Который сейчас Выступает В Иголы все Хорошо Что среди Тот же Мага Исмаилов Еще никуда не делал Сантос На подходе Артур Гусейнов Да Так или иначе Вот Вагап Вагап Может сколько угодно Говорить сейчас Про этот бой Но 84 килограмма Он не сделает Поэтому я его Сейчас и не обсуждаю Это наш чемпион 93 С ним тоже Можно интересные вещи делать Ну в общем Отвечая на твой вопрос Умар То есть Мне кажется У обоих есть Какая-то ближайшая задача Если они ее решат То Бой с меняем Вполне возможен Он не собирается Отказываться от этого Все знают Что мы с ним там В близких отношениях Он готов Так что ждем Коллеги продолжим Здравствуйте Телеканал Звезда Вопрос К Хабибу Анармагамедову По какому принципу Бренд отбирает Амбассадоров И может ли Женщина Стать лицом Фитру Хороший вопрос А у вас есть конкретное предложение Хотела узнать Может быть у вас есть Какие-то Ну у нас Ну у нас нету Какого-то там Желания Например Подписывать Какую-то женщину Там популярную Да Так скажем Которая вообще Никакого отношения К спорту не имеет Лишь бы Чтобы были там Какие-то просмотры Там и так далее Но завтрак чемпионов И там какая-то блогерша Что может это связывать Я например Не могу это связать Если вы можете Свяжать Ну связать Свяжите Объясните Ну я не имею ввиду блогеров У нас много Олимпийских чемпионок В разных видах спорта Ну может быть Может быть В принципе это возможно Я думаю что возможно Почему бы и нет Я например В этом не вижу Ничего плохого Например Ну там А кто у нас Олимпийский чемпион Женщина Можете напомнить В других видах спорта Там Алина Загитова Разные девушки у нас есть Аверин и сестры Ну есть традиционные Женские виды спорта Такие как художная гимнастика У нас там просто Все чемпионки Очень успешные Посоветуемся с Нагорными Я думаю что он Список нам даст Спасибо большое Спасибо И второе вопрос Инцидент с участием Вашего брата В ДТП Мы надеемся Он сейчас исчерпан Скажите пожалуйста Как в семье Было это воспринято И какие-то Может быть Были разговоры Проведены с братом Ну разговоры Конечно Они были И есть В этом Разбирался Следственный комитет Я туда не лез Никому не звонил Никого не просил Каждый человек Что там было Вы имеете ввиду Семей Как мы отреагируем Не секрет что вы Шествуете над своим братом Опекаете его И поэтому интересно Просто какие советы Вы ему дали Поверьте мне Следственный комитет Хаиба Нурмагомедова С ним очень тяжело Вопросы решать С ним даже Разговаривать тяжело Так что Меры были очень Во-первых Жесткие Во-вторых Правильные Так что я не думаю Что вам в подробности Надо вдаваться Спасибо вам большое Спасибо Добрый день Елена Общество пациентов С фенилкетонурии Сама профессиональный Спортсмен в прошлом Мама ребенка С редким Генетическим заболеванием Наши дети Бойцы Как и все вы Нам очень нужна Ваша мотивация Все восхищаются И ждут поддержки На территории Республики Дагестан И на всей России Я очень прошу Рассказать вас О ваших благотворительных Проектах Они наверняка есть И подсказать Как можно попасть В пул ваших подопечных Спасибо Честно вопрос не понял Я понял что вы Вы занимаетесь Благотворительностью Наверняка Расскажите нам Всем об этом Пожалуйста Сейчас это очень Важная повестка Мы хотели бы Наверное Всем интересно Знать Даже не знаю Как вам Ответить на этот вопрос Если у вас Есть какие-то проблемы Мы Мы можем Как-то Есть люди Через кого Можно связаться Мы можем Чем сможем Тем поможем Ну здесь Я думаю Что многие Здесь занимаются Благотворительностью По любому У каждого Человека Есть родные Близкие Друзья Одна Сельчане Сельчане Друзей Бывает По разным Обращаются люди Не только Я там показываю А то что я скрываю Я не думаю Что я сейчас Здесь буду Это вам Рассказывать И так далее Это этого Не стоит А если вам Конкретно Какая-то Помощь нужна Или там Какая-то Акция Что мы Куда-то Пришли Это мы Можем Обговорить Спасибо Я добавлю Если можно Так Конечно Во-первых Сейчас Вы Не будете Рассказывать Как Благотворительность Сниматься Я например Скажу Что недавно Андрей Кириленко Прилетал И Абит Благотворительность Сторона Андрей Кириленко Все знают Какой-то Он Для наших Земляков Для Людей Которые С ограниченными Физическими Возможностями Он проводил Для них Мастер-класс Оказал Помощь Школе Потом Они вместе С Хабибом Площадку Открыли Для занятий Спортом Это уже Для всех Я по-другому Был вопрос Задал Хабиб Часто Эти обращения Приходят Из разных Людей Знаю Что мы Все Дружим Куда Лучше Обращаться Чтобы Эта информация До тебя Дошла Вот так То есть Есть наверняка Либо Пресс-служба Лиги Либо Твоя личная Какой-то Дай правильный совет Людям Потому что Здесь нужно понимать Что тысячи людей Ежедневно пишут В социальные сети И так далее Невозможно Отфильтровать Весь этот поток Нужно Куда-то В какое-то окно Направлять И дальше Я уверен Что вы все Поддержку найдете Вот на этот вопрос Если можно ответить Что сделал человек Если он реально Нуждается в помощи И хочет Дойти до тебя Ну давайте Вообще Начнем Если С корней Начинают Вообще Давайте вот так Начнем Ну вот Например Мое окружение Да Ну вокруг Меня же тоже Есть очень много Людей Ну там Уберем там Чемпионов Зала И так далее Это Пару процентов Из сто процентов Все мое окружение Во-первых Я среди них Самый богатый Да Вот Не то чтобы там Ну среди всех Я имею больше всех Возможностей Из-за этого Я вот Такой Подсчет делал Где-то Процентов Восемьдесят Девяносто Вокруг меня Бедные люди Так что Мне оттуда Просто выйти Уже Другим людям Да Так скажем Мне это Очень тяжело Бывает Потому что Все поглошает Вот это Все вокруг Меня И я вон Приводил Примеры Там Друзья Друзей Там И так далее По-любому Находятся Через пятого Через четвертого Человека Выходят Люди И Вот Это Вопрос Благотворительности Он очень такой Шепетильный И очень тяжелый Для меня Потому что Каждый день Приходится Сталкиваться С теми Или иными Проблемами Я думаю Как и Всем Там Знаменитым И Людям Которые Да Так скажем На передовой Да Вот Популярным людям Насчет того Что Кому Обращаться Я думаю Что Пресс-службы Лиги Я думаю Лучше И правильнее Будет Это Может быть Камал Или там Еще там Другие ребята Я думаю Просто указывать На кого-то Не будут Ну вы поняли Я думаю Что в пресс-службу Игл и все Спасибо Хабиб И чтобы закрыть Вопрос Благотворительности Вот ты сказал О том Что ты не говоришь О некоторых Своих проектах И в России В принципе Многие люди Считают Если они занимаются Благотворительностью Они должны делать это молча И как бы Не выставлять себя В таком свете Но вот Взять например Твоего же соперника И хорошего Я так понимаю Товарища Дастина Париэль Который наоборот Выходил в футболках С названием своей организации И это привлекало помощь И наоборот Не только он начинал помогать А и другие Не считаешь ли ты Что в России Тоже пора уйти Вот от этого подхода Что люди молча Только делают благотворительность Наоборот Как бы анонсируя это Они привлекают еще больше И кто-то еще начинает Больше помогать Считаешь ли ты Что нужно поменять Немного это направление Всем Да я с ним Да я с вами Абсолютно согласен Почему Потому что Может быть Я тоже в этом не прав Я же Ну я же тоже могу ошибаться У меня тоже могу Ну вы знаете Как еще С каждым годом Ты к чему-то приходишь Учишься Да там В 29 ты мыслишь По-другому В 33 ты уже Чуть по-другому мыслишь Может быть мы к этому и придем Вот я например Если бы он бы это не озвучил А я бы не знал бы И мы Не продали бы Да так скажем Мою футболку И не дали бы Да В его фонд 100 тысяч долларов А эти 100 тысяч долларов Вместе с его деньгами Которые он сверху Они потратили Он сказал В Уганду Они построили там колодцы Там Какой-то медицинский пункт Вы смотрите Что за связка Как вот это все Она заходит Да До нуждающихся людей Да Я с этим тоже согласен Честно говоря Ну Я каждый день Над этим думаю И В этом направлении Работа ведется Поверьте мне Мы очень скоро Ну Не в этом году У нас уже год заканчивается Но в следующем году С каким-то проектом Мы уже выйдем в свет Потому что Ну Даже вот бывает Люди просто Я же это не афиширую Но Они вообще не знают О моих там Каких-то там Дел И так далее Бывает что и обвиняют Тоже Так что Даже вот Тон вот этой Женщины Даже он Даже он такой был Напряженный Так что Я с вами согласен Можно Добавлю И что смотрите Наша команда Вот ведет Сотрудничество С приложением Туба Это приложение Очень легко Ну Ты можешь пожертвование Сделать И А это Но эти люди Сами Они контактируют С фондами И Бывает проще Когда человек Обращается в фонд Потому что Именно вот Когда Бывает что к тебе Человек приходит И говорит Вот так вот так Проблема у меня Это то Пятое Потом ты просишь Определенного человека Пойти Помочь ему Сделать Эти вещи Например Он говорит У него что-то Болит В больнице Нужно Его отводят В больницу А у него Ничего не болит Это Человек решил Просто легкие Деньги Для себя Заработать И Поэтому Я думаю Когда человек Обращается Именно в фонду А так В благотворительности В плане Вся команда Сотрудничает С приложением С командой Туба Продвигает Ее Я думаю Каждый человек Делает какие-то Взносы Там Это уже Скрыто Каждый делает Но я думаю Что В команде Есть Участие В благотворительности Добрый день Татьяна Новикова Международное агентство Москва-Баку У нас вопрос К Хабибу Скажите пожалуйста Вот Сегодня Поддерживаете ли вы Дружеские отношения С азербайджанскими бойцами И Как оцениваете Их возможно Спортивный потенциал Могут ли они Сегодня составить Ну такую Нормальную конкуренцию Бойцам из UFC Ну Конечно поддерживаю Мы когда видимся Общаемся Там Нариман Абасов Его старшие братья Абасовы Очень хорошие Они очень много раз приезжали К нам на сборы Во время отца Я думаю Если подписать Я думаю Что Нариман Сможет в UFC Подраться На уровне Спокойно Я даже думаю Что он даже готов К подписанию UFC Я просто не знаю Какие планы У Камиляна Ну я вот Среди азербайджанских спортсменов Я бы Выделил бы Наримана Абасова Если не ошибаюсь Есть также Чемпион В UFC Кемран Абасова Он Я просто Он по-моему Тоже азербайджанец Могу ошибиться Тоже Но по-моему Азербайджанец Ну Есть Хорошие ребята У них Бойцы Ну удивляюсь Что их мало Потому что В этом виде Ну этот вид спорта В Азербайджану Очень развит Борба у них Бокс Борба Дзюдо На хорошем уровне Вроде бы Должно было бы быть Больше бойцов Ну Примерно так Несколько лет назад Вы были в Баку Проводили встречу С болельщиками Есть ли в планах Допустим В следующем году Приехать Провести встречу Или вот Может быть Вы говорили Как развитие Да Построить Может быть Школу борьбы Ну что-то Как-то Честно говоря В планах нет Если там Конкретное Предложение Поступить С азербайджанской Стороны Конечно Ну Я Ну С удовольствием Рассмотрю У меня Естественно Переговоры Идут Между мной И Индонезией Между мной И Малайзией Если я с ними Сотрудничаю Да Так скажем В Саудовской Аравии У меня есть проект В Эмиратах Есть Почему бы Не в Азербайджане От меня туда ехать На машине 5 часов Так что Если будет Какая-то Конкретное Предложение Какое-то Я конечно Рассмотрю Несколько раз Вы были в Баку Можете сказать Вот чем вам близок И приятен Этот город Да Я был Пару раз В Баку Люди Очень хорошо Меня просто Серьезные люди Встречали Как я могу Любого Если даже Любого человека Здесь Если там Эти люди Встретят Ему конечно Понравится Ну Если так Отметить Очень исторический Город Сильно Развивается Город Видно Что Вложили И душу И в деньги Отмечу Кухню Очень вкусно Кормят Там нельзя Больше трех дней Оставаться Действующим Спортсменом Сразу Плюс Три-четыре Килограмма Я могу Там пожить А вот Другим Действующим Спортсменам Не посоветовал Чтобы долго Гостили А то Сильно накормят Так что Очень хорошие люди Соседи наши Всю жизнь Живем рядом Спасибо Друзья Большая просьба Задавайте вопросы Не только Хабибу Но и другим Брендам Абассадорам Всех приветствую Илья Андреев Спортэкспресс Ушатайка Правда вопросы У меня Сейчас Хабибу Хабиб Вот есть В ютубе Такое ваше Очень старое Интервью Возможно Это вообще Ваше самое первое Видео Интервью Начало 2012 года Вы только-только Прилетели в США То есть Это еще в зале Кей Доджо И вы там Рассказываете Что вы собираетесь Поехать В зал К Джиму Миллеру И в частности Вы указали Что планируете Там поработать С Чарльзом Оливейрой И соответственно Такой вопрос Поработали ли вы С ним тогда Какие Он тогда Оставил Впечатления И по поводу Прошедшего боя Что скажете Про финальный Момент схватки То есть С удушающим Приемом Чего вообще Что неправильно Сделал Сделал Дастин Парье Да Это Я не знаю Если вы помните Был такой Боец Чарли Брэннеман Он Как раз С Джимом Миллером Тренировался Это не Чарльз Оливейрой Это Чарли Брэннеман На 77 килограмм Дрался Я сегодня утром Я просто Смотрели Да Это я значит Может быть Ошибся Просто Чарльз Оливейрой Никогда там не был И тогда Он не был Вообще Неизвестным человеком В 2012 году Кто его знал Но Чарли Брэннемана Я знал Потому что Он выступал В 77 И у него был Такой стрик Три-четыре боя Подряд выиграл И мы его там встретили Я даже помню Он мне говорил Как ты на 70 Дерешься Мы одинаковые Он тогда На 77 выступал Так что Чарльз Оливейрой Я не помню Просто Я его Даже тогда Даже не знал В 2012 году Не то что я там Никто не знал Я даже не знаю Он тогда дрался В UFC Да конечно Он из 2010 года Да Я просто не помню И Вот я имел ввиду Чарли Брэннемана Я просто понял Но вы кстати Тогда все фамилии назвали И Чарльз Оливейра Назвал Да Даже не помню Честно вам скажу Может я хотел Того назвать На насчет Второго вопроса Что было По поводу Финального момента В поединке Парье и Оливейра То есть Что не так Вообще делает Дайстин Парье Ну то есть Что не так пошло Хороший вопрос Так Как бы это На это должен ответить Хабиб Что не так пошло Дастин На опоре Ну Я думаю Что У каждого человека Бывает ресурс Знаете Как Я думаю Бывает Человек Когда начинает Новый бизнес В начале У него горит Вот он идет Бизнес идет Идет Но приходит Время Когда он Чуть потухает И он хочет Вывести деньги Открыть другой бизнес И вот так Вся жизнь проходит Я не знаю Здесь я думаю Что есть бизнесмены Примерно Они поймут На бойцовском языке Вы не поймете Потому что Вы этим никогда Не занимались Вот ты начинаешь Бизнес Ты идешь Идешь В начале Ты думаешь Что ты будешь Этим всю жизнь Заниматься Но приходит Время Вот ты чуть-чуть Потух к этому бизнесу Ты хочешь Другое место Вложить То же самое У бойца Бывает Вот есть Вот этот Огонь Голод Когда ты Сильно Хочешь Этого Приходит Время Когда ты Хочешь Этого Но не Сильно Хочешь Бывает Что Огонь Угас Но В контракте Цифры остались А эти деньги Ты так Смотришь Подожди Деньги Можно вытащить Подравшись Бывают Такие моменты Тоже У бойцов Но я Вот это Увидел Вот то Что он Говорит После боя Он говорит Мне нужно Подумать Сесть Нужно ли Мне Это Вообще Если У человека Такие Мысли В голову Уже Пришли Значит Это Уже Он Будет Выигрывать Но Он Будет Выигрывать И Активнее Драться И Вот Этот Переключатель Если Один Щелкнет Он Никогда Уже Обратно Не Вернется Я Думаю Что У него Этот Переключатель Шелкнул И Пришло Время Было Там До Меня Были Фрэнки Эдгар Потом Бенсон Хендерсон Был Петис Потом Коннор Был Я Пришел Никто Не Остался Все Ушли Но Сейчас Время Чарльз Оливери Чарльз Пришел Сейчас Время Ислама Бенила Джастина Чарльз Оливери Они Сейчас Будут Рубиться А потом Они Тоже Уйдут И Придут Другие Это Никто Это Не Контролирует И Никто Не Сможет Остановить Время Вот Так Идет Так Что Я Думаю Что Просто Чарльз Оливера Был Лучше Задушил Ушел Сейчас Чуть Попозже Придет Другой Его Выиграет Он Потохнет Потом Будет Про Другого Говорит Так Что Это Такая Карусель Которая Никогда Не Остановится Вот Смотрите То есть Тут Логическое Продолжение Если Вы Помните Мы На Прошлой Конференции Такую Тему Запустили Которая Внезапно Получила Так Скажем Международную Огласку То есть Это По Поводу Второго Пика Сейчас Главер Второй Пик Выйти Все Нереально Бойцу Мне 33 Года Не знаю Конечно Бывают Мысли Которые Ко мне В голову Приходят И В какой-то Момент Я Их Меняю Но Пока Что Насчет Второго Пика У меня Пока В голову Ничего Не Прошло Я Думаю Что Ну Выиграл Главер Текшера Блоховича Опять После Выйдет Это И станет Международной Оглазкой Но Я Не Считаю Что Они Два Лучших Полутяжелых Мира А Кто Лучше Ну Есть Другие Бойцы Которые Еще Там Не Наход Но Анкалаев Лучше Там Вместе С Анкалаев Можно И Других Сравнить Есть Там Бойцы Например Ну Есть Ребята Которые Могут Очень Легко Занять Их Место Просто На Сегодняшний И Где-то Ты можешь В форму Входить Какого-то Бойца Выиграть Но Вот Этот Пик Человека Который Шел Ты Сам Для Себя Лучше Знаешь Каждый Человек Знает Себя Очень Хорошо И Он Знает Где Он Был Лучшим Где Он Стал Внизу Бывает Это Такая Как Гора Ты Поднялся И Спускаешься На Каком Этапе Кто-то Подходит Ты Выигрываешь Ты Уже Туда Никогда Не Поднимешься И Последний На данный Момент Вопрос От Меня Хотел Вот На Прошлой Неделе В США Очень Активно Обсуждалась Тема То есть Доминика Круза И Даниэль Кормье Когда Даниэль Круз Он Скал Что Я Смотрю Когда Даниэль Кормье Комментирует Бои Я Выключаю Звук Потому Что Он Не Готовится Вот Кто У вас Любимый Комментатор И Почему Вы Ни разу Не Побывали На Подкасте У Джо Рогана То есть Вы В США Вы В принципе Были На всех Наверное Ведущих И подкастах И прочее Но У Джо Рогана Вот Мы Вас Почему Никогда Не Видели Я Думаю Придет Время Но Это Такой Подкаст Где Ну К этому Надо Готовиться К этому Надо Готовиться Я Думаю Что Надо Побывать Я Тоже Так Думаю Но Это Так Просто Не Срослось У Меня Очень Хорошее Отношение С Джо Роганом Даже Многие Бойцы Обвиняют Что Он Слишком Мой Большой Фанат Есть Такие Тоже У Меня Очень Хорошее С ним Отношение И Ну Как Комментатор Конечно С Джо Роганом Никто Не Сравнится Ни Даниэль Корме Ни Домини Круз Вообще Никто Но Близок Джон Анник Но Комментатор С Кресли Он Лучший В мире Но Побывать У него На Подкасте Это Конечно Было Очень Интересно Я думаю Что В следующем Году Я Побуду Я Прошу Прошу Прошение Ну То есть Та Критика Джо Рогана Когда Во Время Его Комментария Вашего Поединка С Эквинтой Она Вас Никто Не Вообще Никак Я Вообще Очень Хорошо Отношусь Критики Просто Критика Она Очень Сильно Дружит С Оскорблением Они Всегда Рядом И Вот Когда Критика Переходит В Оскорбление Это Уже Другой Вопрос Но Есть Здравая Критика Но Я К этому Отношусь Я Вырос В Критике Потому Что У Меня Отец Был Самым Большим Моим Критиком Человек Который Никогда Меня Не Хвалил И Всегда Критиковал Я Вырос Этим И Стараюсь Тоже Критично Относиться К Близким Своим Людям И Я Считаю Что Это Правильно Потому Что Если Человек Как только Достигает Ты Начинаешь Хвалить Его Есть Очень Большая Вероятность Что Ты Его Испортишь Так Что Критика Она Всегда Должна Присутствовать Ну Конечно Она Не Должна Переходить Границы Чтобы Она В Оскорбление Переходила Но Если Человек Как-то Меня Критикует Что Мне Чего-то Не Хватает Это Не Значит Что Я Должен Бычиться На Тех Или Нех Веществ Которые Происходят С ним А Они Со Всеми Происходят И Со Мною И С вами И Со Всеми Людьми Которые Здесь Сидят Бывают Минусы Бывают Плюсы И Самое Главное Чтоб Минусы Не Было Больше Чем Плюсы Спасибо Друзья Прерву Череду Вопросов В адрес Хабиба Поскольку Только Что Затронули Тему Боя Оливейра И Дастина Парье Хотел бы Задать вопрос Исламу Махачеву Как Человек Который Причастен К ним Наверное Сильнее Чем Кто Либо Другой В данную Секунду Как Вам Бой И Что Скажете Об Оливейре Как О потенциальном Сопернике Давайте Вспомним Что В последних Двух Боях Он Оба Раза Оказывался В нокдаунах В начальных Поединков Такая История Была У Тони Фергюсона И Однажды Это Закончилось Начались Проблемы Будет Ли Так С Оливейрой Как Он Как Потенциальный Следующий Соперник Ну Честно До Этого Поединка Всех Приветствую До Этого Поединка Я Думал Что Парье Выиграет Что Сможет Затянуть Бой В поздние Раунды Что У Оливейра Не Получится Его Перевести Легко Ну Ошибался И Сейчас Как-то Более Начал Оценивать Навыки Оливейры Как В стойке Так И В партере Так И В борьбе Он удивил Как Переводил Он Парье И Думаю С Гейджи Гейджи Тяжело Бьет Но Я думаю И Парье Тяжело Бьет И Он Сможет Как-то Пройти Этот Шквал Ударов От Гейджи И Его Тоже Повалить И Финишировать Я думаю У меня С ним Получится Хороший Бой Ну Не будем Вперед Так Заглядывать У меня И Сейчас Очень Хороший Соперник Я думаю Не Слабее Чем Оливейра Бенил Дариуш Вот Например Дрался Оливейра С Тони Фергюсоном И Тони Хороший Партер И Он Единственный Из Последних Десяти Боев Кого Он Не Смог Финишировать Я Думаю Что У Партер И Я Также Считаю Что Оливейра Сможет Его Финишировать А Если Сравнивать Партер Оливейра И Того же Бенил Дариуш По идее Черные Пояса По джиу Джитсу Но Немного Разные Черные Пояса Кто Сильнее В этом Аспекте Ну Я Думаю Вот Это Получился Очень Интересный Бой Там В Плане Ну Я Думаю Кто Кого Стойки Перебил Я Не думаю Что Они Пытались Друг Друг Повалить Потому Что Чарльз Знает Если Хоть Повалит Он Бенила То Он Не Сможет Его Закончить Потому Что И У Бенила Как Мы Все Знаем Очень Много Финиша Именно Удушающими Болевыми Приемами Что У него Партер На Уровне А Вот С Паре Он Знал Что Единственный Шанс Обыграть Паре То Это Повалит И Лучший Вариант Это Забрать Спину И Задушить А То Что Позволило Ему Зайвать Паре Вот Например Во втором Раунде Когда Он Только Повалил У Паре Было В голове Если Я Попытаюсь Встать И Он Вдруг Заберет Мою Спину То Начнутся Проблемы Так И Получилось Как Только Он У Него Забрал Спину Он Его Задушил Спасибо Продолжим День добрый Ковалев Ван Спорт 24 Вопрос Хабибу Нурмагомедову Приветствую Еще раз Год назад Когда Ты Заканчивал Карьеру Ты Говорил Что Сейчас В дивизионе Не осталось Людей С которыми Реально Хотелось Подраться Так Чтобы Это Был Реальный Вызов Но В данный Момент Если Оливейры Допустим Победит Еще Джастин Геджи Про Него Люди Будут Очевидно Отзываться Как О Человеке Который Вероятно Мог бы Победить Хабиба Нурмагомедова Соответственно Как Ты К этому Отношишься Если Б год Назад Такой Человек В дивизионе Был Стал Б ли От причины Остаться Нет Здесь Дело Не в том Что Есть Вызов Или Нет Я Не ушел Из-за То Что Там Не было Ни с кем Драться Всегда Найдется Соперник Так Что Это Вообще Ну Так Будут Говорить Я Примерно Понимаю Что Люди Всегда Будут Сравнивать Говорить Что Говорит Если Майк Тайсон Был На пике В 96 Году И люди Его Сравнивали С Мухаммедом Али Правильно Жи Да Всегда Говорит Кто Выграет Хотя Мухаммед Али Закончил Там 10 15 Лет Назад Майк Тайсон Через 15 Лет Стал Доминирующим Чемпионом В тяжелом весе И они Говорили Что Было Бы Это Всегда Так Будет Для Чарльза Оливера У нас Есть Человек Рядом Сидит У них Один Шаг Разница У него 10 Побед Подряд А у Него 9 Побед Так Что Я Думаю Что Ему Нужно Будет Беспокоиться Не о Хабибе Он Ему Спину Дышит У него 10 Побед А у него 9 Побед Он Сейчас Выйдет У него Тоже 10 Побед Станет И что Он Будет Делать О Хабибе Разговаривает Так Что Я Думаю Это Неправильно Меня Сравнивать С ними И Говорит Вернется Хабиб Или Нет Хабиб Оставьте В покое Давайте Поговорим О Исламе И Чарльз Оливер Вот Это Будет Хороший Бой Мое Видение Как Может Дальнейшее Развитие Событий Быть Вообще Идеально Было Чтобы Чарльз Выиграл Джастина Гейджи Ислам Выиграл Бенила И Еще Больше Разговоров Станут И Они Подерутся В конце Года В октябре Встретиться Я думаю Что Это Будет Космический Бой Очень Интересный Бой Вернется Та Интрига Которая Была Когда Хабиб Дрался С временными Чемпионами С Джастином Гейджи С Дастином Паретом С Конором Вот Такая интрига Вернется Было бы Вообще Хорошо Если Они Следующие Бои Прошли И В конце Года Чтобы Они Встретились Вопрос Про Игл Ивси Еще Один Вопрос От Мне Сейчас Уже Сегодня Обсуждали Этот Момент То Что Лига Привлекла Таких Людей Как Ренан Силва Вот Если Говорить О Последних Двух То Рашат Эванс Если Я Не Ошибаюсь Не Побеждал Шесть Или Семь Лет У Биг Фут Силвы Что Типа Одной Победы За Последние Девять Десять Лет И Обычно Когда Лиги Подобных Людей Даже За счет Имен Привлекают На Свои Турниры В комментариях Пишут Что И Грубо Говоря Эксплуатируют Из-за Их Имен Нет Опасений Что Такая Реакция Будет Ну Опять Так У них Вот Такая Серия Но Мы Здесь Сидим И Разговариваем О них Тоже Такая Интересная Вещь Насчет Комментария Опасения В целом Реакции Поверь Это Самое Последнее На Что Мы Обращаем Внимание Комментарии Это Раз Во Вторых Самое Главное Чтобы Это Было Все Легально Человек Хочет Вернуться Мы Подписали Контракт Я думаю Что Здесь Проблем Нет И Ген Барау Он Бывший Чемпион Эванс Бывший Чемпион Бигфут Дрался За пояс Мы Еще Там Подписание Пару Сделали Я Там Анонсирую Очень Такое Интересное Подписание Будет Для Российского ММА Так Что Я Думаю Что Когда Человек Вообще Ничего Не делает Про него Ничего Не пишут Но Если Человек Делает Находятся Люди Которые Как Критикуют Так И Поддерживают Так Что В этом Плане Мы Полностью Готовы Ко Всем Комментариям И Нам Просьба Дать Слово Игорю Второй Ряд Справа Сюда 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 Салам Алейкум Привет Айком как вы видите фитро в Европе, например, в США, и как есть планы, я имею в виду фитро в Европе, в Македонии, правильно понимаете, да? Что-то еще не слышали, но планы какие могут быть? Планы мы хотим развить фитро, чтобы мы заехали не только, чтобы мы были не только в России, у нас уже налажено производство в Эмиратах, налажено производство здесь в России, но в Европе у нас пока нет производства, и мы пока не планируем на следующий год, но в будущем, конечно, нам нужно, чтобы в разных местах, в разных локациях, чтобы у нас было производство. Может быть, мы это наладим, я не знаю, или в Македонии, или там в других каких-то странах, там, где нам будет, там, если мы говорим про бизнес, мы же, должно быть и выгодно. Так что у нас в двух местах пока налажено производство, и насчет Европы пока мы не думали. Но точно у нас там будут свои дистрибьюторы, и будем направляться на ту, в европейскую сторону тоже. Все, можно. Всем добрый день, Игорь Лазарин, он же Игорь, как дела? Зуба, чтобы ты не скучал, давай мы тебя спросим. Ну, я думаю, что тебя надо в первую очередь поздравить с бракосочетанием. И правильно я понимаю, что ты дерешься тоже 26 февраля на том же турнире, который возглавит бой Ислама Махачева. И с кем ты дерешься, самое главное, всем интересно. Спасибо. Вопрос я не понял. Я понимаю, ты в эйфории чуть-чуть. Ты правильно я понимаю, что ты дерешься на турнире 26 февраля на том же, на котором дерется Ислам с Дарешем? И кто твой соперник, понимаешь ли ты уже? Ну, если не ошибаюсь, меня туда поставили, я жду соперника. Ну, подождем, посмотрим. Я думаю, скоро дадут соперника. Ну, бой подтвержден на 26 число, то есть, ну, хорошо, что ты это уже в курсе. Хабиб, да же? Ты же такой, ну что? Да, да, да. Не, ему скоро соперника, я не знаю, чем он занимается здесь. У него скоро соперника, ему дадут, ему дату назначили. Ну, свадьба у человека была. Ну, и что, какая разница, соперник не будет, спрошу, что у тебя там было? Это еще не точно, у него сейчас дома новый менеджер появился там. Вот это уже затрудняет уже конкретно вопрос. Смотри, вот это все, что я говорил, это можно отмениться. Отец всегда говорил, что с сегодняшнего дня 51% пакет переходит там домой. Так что я думаю, что мы в общем всей командой соберемся, напишем отпросительное письмо, подписи, все, печать отправим. Если дома печать поставят, он вылетит, если нет, то попросим, да, чтобы хоть на после Рамадана, чтобы где-то июль, август, чтобы отпустили, подрался. Так что теперь две визы. Просто Ислам думает так, как у него дома у всех печать. Я нормально дал Исламу тебе, честно говоря. А, Ислам, нормально дал, да, Жень? Я после свадьбы три боя провел, у меня нормально все. Значит, она печать поставила. Там процентные отношения. Нет, 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 у Ислама один отмененный бой есть из-за свадьбы. Да. Он сказал, что у меня свадьба, говорит, я не могу подраться. Было такое. Все, подняли чуть настроение. Ислам, у меня завтра прямой эфир с Бенелом Дарюшем. Что бы ты у него спросил? Не знаю, как подготовка, готов ли он, готовится. Кот на бабки пускает твои, да? Что-нибудь техническое. Есть что-то техническое, чего ты еще не знаешь в Дарюше, как ты думаешь? Да, нет, у него уже столько боев. Я его бои смотрел раньше. Когда только начинал, уже много его боев посмотрел. Я думаю, ничего нового он там не придумает за это время. Можно сказать, все его сильные и слабые стороны, я уже знаю. Тебя напрягает, когда про тебя говорят, что ты съешь следующего соперника, вне зависимости от того, кто бы там ни был? Ну, вот какая-то ответственность сверху там падает, что... Многие там заглядывают уже к чемпионскому, к титульному бою, там, несмотря на всех остальных соперников. Например, перед боем с хукером корме приходит, ты после боя должен там это сказать. Я говорю, есть, сначала надо бой выиграть, потом уже что-нибудь придумаем. Нет, там он уже мне текст придумал, что я должен сказать после боя. В UFC уже, и когда ты попадаешь в топ-10, там уже нет таких соперников, кому можно за спину заглядывать. Каждый бой может закончиться там в любую секунду. Ну, а так завтра в 9 вечера эфир. Заходи, пресс-конференцию вашу сделаем. Может, я сам ему там вопросы задам. Все, рабочая схема. Хабиб, пару вопросов. Вы зашли на американский рынок, то есть ты сказал, что вы год строили арену, и я так понимаю, что она по подобию UFC-PI примерно, да? Вы оттуда будете транслировать бои. И правильно я понимаю, что вместе с подписанием и созданием американского офиса это, ну, уже как минимум больше 10 миллионов долларов вы потратили на это? Буду максимально краток. Насчет денег, сколько я не считал, смету еще не видел. Но, да, примерно вот как UFC-PI, не, не UFC-PI, UFC-APEX. Ты же был в Апексе, да? Я же. Да, UFC-PI это больше там тренировочный, медицинский центр, а этот больше Апекс, где будут приезжать, заселяться, ну, заселяться рядом с гостиницей, но бойцы будут приезжать, раздевалки, выступили для медиа места и уехали там. Ну, довольно-таки, я думаю, что даже он больше, чем Апекс. И я сам лично физически, я там не был, не видел, но вот так видео, там, фотки, все там, ну, контролировался весь процесс. И, да, примерно у нас будет, два рынка будет здесь, на этой стороне нашей земли, так скажем, и в Америке мы будем уже базироваться в этом FLX-арене. Уточняющий вопрос. С Даной, общались ли вы с Даной Уайтом и понимает ли он, что фактически вы хоть и разного уровня организации, но вы конкурируете? Нет, этот момент мы никогда не обсуждали. Он знает, что у меня есть лига, он следит, некоторые бои за поясом он смотрит. Но именно вот этот момент насчет конкуренции я с ним не обсуждал. Ну, тяжело тоже будет. Лучшая лига в мире, 25, там, сколько там, почти 30 лет на рынке, я думаю, что у нас и нету такой задачи, чтобы мы с ними конкурировали. У меня есть, что сказать, очень много насчет лиги, много информации, просто я не хотел бы здесь, именно здесь сейчас распиляться, потому что у меня там будет большая пресс-конференция. И до этого ты с Ильей, когда общался, на его вопросы отвечал, ты говорил про критику. Как ты реагируешь на ситуацию, которая сложилась между Артуром Гусейновым и Александром Емельяненко, и как ты отреагировал на слова критические со стороны Александра? Ну, я как-то вообще не реагировал на это. Это я не комментировал, но я думаю, что они сами между собой разберутся. Они, как я понял, друг за другом что-то знают, пусть общаются, пусть разбираются. Единственное, самое вот, так скажем, меньше всего, что я хотел бы сейчас, вот в их вот эту кухню лезть. Туда меня это не притягивает. Пусть сами разбираются между собой. Я крайний вопрос задам. Все спортсмены, они в основном такие, знаешь, многофункциональные. То есть по тебе мы условно знаем, что ты можешь играть и в футбол, и можешь драться, и можешь и в баскетбол играть. Камил Гаджиев тоже вроде там семью видами спорта владеет. Ну, все, кто спортом когда-то занимался, они примерно вот такие многогранные люди. И предлагают ли тебе в баскетболе поучаствовать в NBA, может быть, где-то и что-то? Потому что мы говорим про футбол постоянно, но предлагают ли тебе еще там? Спасибо. Я был пару раз на NBA сидел там в первом ряду, и я там видел этих гигантов, как они бегают. Это, конечно, очень серьезные атлеты. С ними поиграть в баскетбол, по правилам особо. Там бежишь два раза, чтобы пол коснулся. Они видят наш баскетбол, они там мне пишут, смеются. Он говорит, это что за игра? Ну, наш рэкбол, который мы играем. А вот в NBA профессионально, конечно, во-первых, у меня роста не хватает, во-вторых, профессионализма именно вот в этом направлении. Так и где-то какой-то благотворительный матч, конечно, вот со звездами можно было бы сыграть там, если там пригласят. Я так мячи кидать умею, иногда забиваю тоже. Спасибо. Всем ассалам алейкум, добрый день, Хабиб. У меня такой вопрос. Вот я давно за Ренатом наблюдаю, в вашей лиге, как он дерется, Ренат. Как ты думаешь, готов ли он уже подраться в UFC? Ну, Ренату, здесь даже вопрос не в готовности, вопрос в возрасте. Ему 22, если я не ошибаюсь, да? 22 или 23? Уже 23, видишь, как быстро растет. 23 года, да? Ну, еще годик, еще годик я бы вместо него здесь посидел бы, подрался бы. Можно было бы в Америку слетать, там подраться на одном из турниров в Америке. Я думаю, что годик, можно ему еще здесь посидеть и потом уже улететь. Потому что человек, когда ему 23 года, ну, это не 24, и не 25, и не 27. ты, знаешь, как на стадии вот такой, ты только начинаешь крепнуть и мысли физически. Я думаю, что у него, 5-6 боев у него, только по профессионалам. Хотя вот, как Умар отмечал, что любительская карьера очень важна. По любителям тоже он, серьезная карьера, у него он становился чемпионом России, Европы, мира по любительскому ММА. Я думаю, это тоже многие люди не знают, видят его, как в роли чемпиона, Игла и все. Я думаю, что через годик, я думаю, что он готов будет. Он-то и сейчас готов, я в этом уверен, но будет более так целесообразно, правильно его через годик подписать. Еще второй вопрос. Почему Ислам до сих пор не в UFC? Ислам Амедов? Это чисто такой национальный вопрос, да? Это юждаковские они. Хороший вопрос. Ты что там делаешь сейчас? Не знаю, знаешь, как... Еще нет у меня нового бойца, просто поэтому... Вы же деньги любите все. Ну вот Беллатар... Диви все, диви все. Беллатар ему деньги предложили, хорошие деньги предложили, он же вообще давно не проигрывал. И человек, который выигрывал, я не знаю, чемпиона Беллатар, бывшего, он выигрывал, чемпиона ПФЛ, он выигрывал. Он сейчас будет драться с бывшим чемпионом UFC, Бенсон Хендерсоном, у него 29 января, у него намечен бой в Аризоне. 29 уже, да? Да, 29 января дерется с Бенсон Хендерсоном. Потом еще какого чемпиона ты выиграл? Еще там каких-то... Ну у него всех лиг мира, короче, бывших чемпионов у него скальпы есть. Сейчас он хочет бывшего чемпиона UFC тоже выиграть. Ну по контракту еще два боя у него. Два боя подерется, а контракт отработает. Я думаю, что это тоже такой потенциальный бойец UFC. Еще такой третий вопрос про Зубу. Как думаешь, после свадьбы он будет лучше драться или нет? Что-нибудь на выпеке, не на выпеке? Знаешь, не на всех свадьба тоже хорошо действует. Бывает, некоторые, знаешь, попадают в оковы тоже. Ну надеюсь, по традициям, так скажем, наших братьев, чеченских братьев, у них традиция, они более свободные их традиции, позволяют им принимать самостоятельные решения. Надеемся, Зуба будет сыном своего народа и не попадется в оковы. Я настоящий чеченец. все этим все сказано. Алина, дай мне, как раз, я позываю как раз. Ты как раз спросил, то, что я хотел спросить. Ну, практически спросил. Тогда по-другому вопрос поставлю. Согласен ли ты с мнением, это мое мнение, честно говоря, не знаю, может кто-то согласится, что Зуба даже на 50% не реализовал свой потенциал на данный момент. Потому что я знаю этого бойца, я давно за ним наблюдаю, я знаю, что он может показывать и как он может драться и где он сейчас мог бы быть, если бы не. Видимо, есть какие-то проблемы, причины, где-то травмы, где-то что-то. Согласен ли ты с этим утверждением? Если это так, то что вы, команда, собираетесь с этим делать? Да, я с этим абсолютно согласен. Я с этим всегда говорю, что есть бойцы, которые там например, входят в топ-10, в UFC, в топ-15, и я видел, как со многими бойцами он там работал, и вообще он как с нами тоже работает, с Исламом, со мной, я не знаю, с другими ребятами из команды, которые очень хорошо выступают, но у него потенциал огромный, огромный, может бить, может бороться, скорость есть, дух есть, все есть. Вот в последнем бою, я думаю, что он чуть-чуть себя показал, но не все знают, у него была очень серьезная травма, и не на все 100% он выступил, но все-таки он очень хорошо выступил, и многие даже не ожидали от него, хотя для меня это не стало таком, знаешь, как новостью, что вот он подрался хорошо, выиграл, я считаю, что он должен был, обязан, должен был выиграть, и я думаю, что у него есть потенциал большой, очень хороший потенциал, попасть как минимум в топ-10 в UFC полулегкого веса. Ну, 27 февраля, просто, еще раз говорю, Зуба, ты дерешься, 27, брат, просто мне так сказали, и тебе так сказали, скоро тебе соперника назначат, так что готовься. Ну, 27 февраля видно будет, насколько он, так скажем, будет прогрессировать, чем прошлый бой, вот последний бой он хорошо выступил, в следующем программе, но по прогнозу он должен еще лучше выступить. Всего. Саламу Динумаров, Мета ММА, у меня два вопроса, первый вопрос, он скорее всего адресован большей части присутствующих здесь, потому что большая часть дагестанцев, вы в интервью Магомеду Исмаилову говорили о том, что 80% в республике спортсмены, 20% инвалиды, и говорили о том, что нужно повышать уровень образования среди молодежи, на ваш взгляд, какие шаги нужно предпринять вам, как человеку, который известен в Дагестане, и какие шаги может быть надо предпринять правительству или каким-то другим структурам, которые компетентны больше в этом? Исламу вопрос. Ко всем, ко всем дагестанцам. Что, всем вместе отвечать, с кого начать? Со старшего. Да, со старшего это хазбулая получается. Хазбулая давай, блин. Ну, смотрите, ну, надо заниматься, надо этим заниматься. Ну, говорят все, надо, надо, но получается, что вот парень, который там первое место взял, там, искусственный интеллект какой-то изобрел, там, и так далее, его имя, фамилию, ну, через полгода вряд ли вспомнят. А парня, который 20 лет, там, международный турнир по ММА, там, выиграл, первое место занял, скорее всего, его имя еще очень долго оно будет на слуху. Вот как с этим бороться? И нужно ли вообще с этим бороться? Ну, я думаю, нужно, по-любому нужно поощрять таких людей, которые умом достигают успехов. Ну, давайте не забывать, что наш вид спорта тоже, он как-то связан с умом. Когда ты заходишь, тебе тоже надо думать. И не будем так, вообще полностью наш вид спорта, так, знаешь, как, в такое течение закидывать, нам тоже нужно образовываться, читать. Там вот, например, вы можете Никиту спросить, я думаю, что он очень образованный человек, не может быть, если человек глупый, выигрывать 8 раз чемпионат Европы и 2 раза на Олимпиаде участвовать, быть олимпийским чемпионом, 4-х кранчемпионом мира, да? 3-х кранчемпионом мира. Но если он был бы глупый, он не мог бы столько всего выиграть. Я думаю, что он, я не знаю, что он закончил, но видно, что он образованный человек. Что ты заканчивал? Человек красный диплом получил. Не просто закончил, а красный. Видите, насколько образованный олимпийский чемпион. Ну, что, например, про меня не скажешь? Да, ну, я думаю, что надо, надо, конечно, ну, что-то надо делать. У меня нету, вот сейчас, для вам, дать ответ, у меня нету этого ответа, что нужно делать, я думаю, что, проблемы, они есть, и их никто не отменял, но я вот сейчас вам не готов сказать, что именно нужно делать. И вопрос один про футбол, мы знаем, что вы очень любите. Барселона впервые за 20 лет не вышла из группы в Лиге чемпионов, и говорят, что в Ла Лиге у нее тоже какие-то там проблемы. Многие это связывают с уходом Месси из клуба, кто-то говорит, что Хави пришел, он реанимирует. Как вам кажется, Хави сможет хотя бы приблизиться к уровню той самой Барселоны времен Пепе Гвардиолы, хотя бы приблизиться? Я считаю, что Хави закинули на тоннуши корабль. Сейчас ему надо туда бежать, сюда бежать, дырки закрывать, а вода-то заходит. У самого большого хейтера Барселоны ты вопрос сказал. Нет, смотрите, ну сейчас у меня такое, я как, популярный, что будет как-то неправильно, сейчас сарказничать на тему, когда у людей проблемы. Ну я вот с 98-го года я болею за Реал-Мадрид, и каждый раз, когда Барселона проиграл, это мне приносило удовольствие, да? Ну вот сейчас как таковой конкуренции нету, по-моему, на 15-точку они отстают от Реала, вчера Реал еще укрепил свои позиции. Ну у них проблемы, как я знаю, это после ковидной ситуации у них пошли долги. У них долги, большие долги, как я знаю, но не хочу утвердительно говорить, у них большие долги, очень многим они даже не выплатили деньги. Вон там, который остался, вот этот Альба, там Пике, Бускец, вот эта толпа, которая там осталась, даже я думаю, что им даже есть вероятность, что им за многие месяцы не выплатили зарплату, но они просто из-за любви к клубу остались там, потом пришли новые там, но я думаю, что у них проблема в клубе и эти проблемы нужно решать, эти проблемы не решает футбольный тренер, это должны решаться сверху. Вас понял, спасибо. Спасибо. Друзья, пожалуйста, давайте взбодрим и остальных участников конференции, очень много вопросов Хабибу, сможем? Здравствуйте всем, на самом деле еще один вопрос Хабибу, вы говорили об амбассадорах говорили сегодня, очень много и вы спрашивали о конкретных предложениях. Я представляю лигу GFC Pride, мы продвигаем молодых ребят от 12 до 20 лет и сегодня у нас уже есть свои чемпионы, обладатели поясов и я наберусь наглость и порекомендую вам присмотреться к нашему действующему чемпиону Дэвиду Самуэлю, пока сегодня он не слишком дорого стоит. А в каком весе он выступает? 84 килограмма. 84, я же говорю, все 84 у нас в России сосредоточены. Я обязательно посмотрю, как вы сказали, Дэвид Самуэль? Дэвид Самуэль, да, лига GFC Pride. А сколько ему лет? Камин Рашидович знает нашу лигу, 18 лет исполнился недавно. 18 лет? Да. И еще скажи, что он черт. Он мулат. Не понял. Он мулат, но... С муглой, да? Да, мулат, вырос, влюблено... На проходах, да? Да. Бороться умеет? Отлично, борется. По любителям он выиграл чемпионат Европы по версии МАФ. По грэпплингу, честно говоря, сейчас не вспомню кинюю заслуги, но достаточно хорошие. Ну, я понял. Я дам команду, чтобы матчмейкеры обратили внимание обязательно. Большое спасибо. И пока мы микрофон атаковали... Передом. Ассаламу алейкум. Всех приветствую. Всех отсутствующих. Вопрос к Мавледину Хайблаеву. Собираешься ли ты... Вот ты выиграл пояс ПФЛ, собираешься ли ты переходить в организацию UFC и вообще... как ты на это смотришь? Есть планы? Чуть близко возьми, микрофон его не слышно. Близко. Олейкум. Ассалам. Я стал чемпионом, у меня автоматический контракт продлевается еще на год. По поводу UFC... Это уже как старший скажу. Так и сделаем дальше. Мы хотели бы увидеть UFC. Не понял. Мы хотели бы увидеть UFC. UFC? Посмотрим. Время покажет. Спасибо. Можно я прерву чуть-чуть? Можно я вопросы буду задавать? Все на меня идет. Давайте начнем с Тагира Уламбекова. У меня вопрос к тебе. Что у тебя вообще? Чем ты вообще занимаешься? Как у тебя вообще? Что ты вообще здесь делаешь? Сидишь, молчишь. Расскажи что-нибудь о себе. Какие планы? Когда бой? Микрофон поближе возьми, пожалуйста. Не слышно. Олейкум. Добрый день. Планы. Сегодня подписать контракт с Фитро. А так, спортивная составляющая. Хотелось бы подраться до Рамадана. В феврале, в марте. Пока вы это решаете. Я не знаю, когда я подерусь. Планы какие могут быть? Заученные. Дагир, есть ли шанс, что вы окажетесь на одном турнире с коллегами по цеху? Последний турнир я подрался с коллегами. Мне понравилось. Я бы хотел снова подраться с ними в одном карте. Было очень весело. Тренироваться с ними вместе. Хотел бы подраться именно с ними в одном карте. Это проще, когда друзья все вместе готовятся к одному турниру? Мне нет. Хабибу нет. Нам, да, проще, потому что в команде какой-то, ну, в семь месяцев такой чуть-чуть мотивации больше бывает. И легче, как мне показалось, вес согнать и настроить. Мне тоже труднее, когда коллеги показывают такие бои. Я уже, мне даже разогреваться не надо было. Я с отеля выехал последним. И уже полностью мокрый был после просмотра Тагира боя и после просмотра еще Зубиного боя. Так что это нелегко. Да, на самом деле, знаете, когда вот трое дерутся, особенно на таком высоком уровне. Вот, например, я вот свои ощущения помню, подрался Тагир, вышел. По-моему, у тебя первый бой был, да? Первый же бой, самый первый бой. Мы самый первый выехали на арену. Я вот семь часов был на арене. Даже восемь часов. Мы приехали туда, Тагир подрался. И такой тяжелый бой был, самый, знаете, там. Я вышел, я такой в раздевалку пришел, я полностью опустошен был. Понимаете, как? Я вот голова... У меня, я думал, что голова взорвется, и настолько сильно вот все эмоции выплеснул, лежу такой. И потом, просто я думаю, сейчас-то Зубы будет драться, и потом Ислам будет драться. Я думаю, я чего вообще? Я вот такой лег на минут 20-30, просто разговаривать не мог. А потом Зубой вышел. Потом то, что Зубой было, сами помните, да? Хорошо, что Ислам хоть по-быстрому там убрал. Хотя многие были там недовольны, столько летели, через весь мир ты выехал. Ты прилетел сюда, говорят, повалил, резко болевой сделал. Я такой про себя думаю, ребята, вообще-то мне это по кайфу, что я там 15 минут не орал. Так что это очень тяжело. Когда трое дерутся в один вечер, это тяжело. Надеемся, Тагиру дадут через пару недель после ихнего боя. Михаил Вестник, ММА. Вопрос Умару Нурмагомедову. Умар, тебе предстоит скоро бой с Джейком Шором. Это тоже молодой проспект, непобежденный. И хотелось бы узнать, как твоя нога, потому что ты после тяжелой травмы, и, как я понимаю, восстановление довольно тяжело тоже шло. Можно ли сказать, что ты будешь на 100% готов? Да, конечно, без сомнений, если я не буду на 100% готов, я ни на один бой не собираюсь выходить, чтобы после не оправдываться. И очень хороший соперник. Я очень рад, что мне дали вот такого топового 15-0, 4-0 в UFC. Наконец-то я смогу сказать, кого-нибудь дайте мне из топов, потому что 4-0 в UFC, если ты его выиграл, ты, значит, чего-то стоишь. Поэтому я очень рад, конечно, буду готов на 100%. Нога уже, да, я приступил к тренировкам, могу спарринги делать, могу бороться, грепплинг. И подготовку начал, можно сказать. И бить это ногой ты тоже можешь нормально? Да, да, ногой тоже бью, все хорошо. Вопрос к Абибу Нурмагомедову по поводу чемпионов в лигах Eagle FC. Вчера, позавчера дрался Мехди Дакаев, защитил в очередной раз титул и защитил его против твоего одноклубника. И уже давно ты говорил, что Мехди достоин быть в UFC. Если он туда попадет, то он будет достоин конкуренции, например, для Ислама Махачева. Ну, я думаю, что Мехди реально, он уже готов к подписанию в UFC. И опыт позволяет, и возраст позволяет, и рекорд позволяет, и выступления сами за себя говорят. Я знаю, что он работает над визой, над рабочей визой. Сейчас у очень многих ребят проблемы с визами, с Россией. Хотя они раньше тоже присутствовали, но сейчас у всех практически. У всех проблемы с визами. Если он решит эту проблему, я думаю, что его как минимум подпишут в UFC. Потому что, ну, я бы вместо него не подписывался бы в другую организацию. Я бы только в UFC подписывался бы. И я думаю, что он этого достоин. Еще интересно, что по поводу Бусурман Кула, Абдибаита. Парень, который собрал огромный стадион в Киргизии. Что его сейчас ждет? Какой соперник, когда бой? Мы с Бусурман Кулом. Это чемпион в нашей лиге, в 66 килограмм. Такой звезда Киргизстана. Мы вели переговоры на Москву. Мы его хотели, чтобы он защитил пояс. Но не получилось у нас договориться. У нас Жасулан, претендент следующий из Казахстана. И Бусурман Кул, действующий чемпион. Они будут драться между собой. И, скорее всего, это пройдет, наверное, в феврале. В феврале мы сейчас на следующей неделе анонсируем, где мы проведем турнир. И вот в феврале они будут драться. Бусурман Кул будет защищать свой пояс. Теперь вернемся к теме футбола. Согласен ли ты с тем, кому дали золотой мяч Месси? Или если бы от тебя зависело, ты бы дал золотой мяч кому-то другому? Ну, опять-таки, да? Не фанат. Но, смотрите, я думаю, что я бы дал бы Ливандовскому или Бенземе. И кому-нибудь из них дал бы. Но Ливандовский, я даже думаю, последние три года он лучше в футболе. Ну, можно просто посмотреть на результат его, что он делает. Выигрывал Лигу чемпионов. Каждый, каждый... За два года, по-моему, он 120 голов забил. Даже больше, по-моему, за сборную, за клуб. Ну, это огромный результат. Вообще, за всю историю футбола я не помню, что там... Можно назвать пару человек, кто забивали там 120 голов за два года. А вот в этом году даже у него 65 голов. Это очень много. В футболе это очень много. Я думаю, что он заслуживал золотой мяч. Еще вернусь к твоему ответу. Ты сказал, что Ислам Мамедов побеждал огромное количество бывших чемпионов. Сейчас за этим столом... Вот все, кто с поясами сидят, единственный пояс бывшего чемпиона у тебя. И есть ли кто-то за этим столом, кто тебя побеждает сейчас на спаррингах? Можно сказать, что Ислам Мамедов побеждал, например, еще и чемпиона Юйска? Ну, с Исламом Мамедовым мы уже сколько спаррингуемся? С 2000, я думаю, с 2006-2005 года. Ты хочешь сказать, что... Приписать хоть чему пояс чемпиона UFC тоже? Раскрутить тогда немножко. Ну, сейчас у него будет возможность как раз выиграть Бенсона Хендерсона. И забрать пояс UFC тоже бывшего чемпиона. Ну, здесь, ребята, смотрите, здесь есть Ислам. Здесь есть Зуба, здесь Умар. Хоть он такой маленький вес, мы постоянно с ним спаррингуемся, боремся. Есть Ислам. Здесь Хазбуллаев. Мы больше 15 лет между собой боремся, спаррингуемся, тренируемся. И знаем, каждый человек знает каждую фишку, каждую что, как. Можешь представить, когда 15 лет ты когда с одними и теми же людьми борешься, насколько сильно ты будешь осведомлен об их технике. Так что в этом плане мы очень сильно друг друга дополняем, развиваем и готовим друг к боям. Ну, сейчас я уже как спарринги оставил. Я думаю, что, ну, последний раз я спарринговался, когда готовился на Джастина Гейдж. Это был мой последний бой. Ну, после этого я уже долгое время спарринги не делал. Борюсь, так прихожу, тренируюсь, чтобы оставаться похожим на спортсмена. Но вот этих тяжелых тренировок, если раньше я делал где-то по 5 часов в день, 4,5-5 часов каждый день, когда тренировался, сейчас у меня максимум бывает полтора часа в день. Вот эта напряженность всей моей жизни, так она, я ее расслабил. И где-то полтора часа в день я тренирую, если нахожу время. И то не тренировался бы уже, если бы не нужно было бы следить за своей физической формой. Так, может быть, придет время, когда вообще-то не будут тренироваться. Правильно, Камил? Ну, может быть, футбол в неделю раз. А так спарринги уже давно оставил. Также сегодня, кроме того, что ребят подписывают контракт с Фитро, открылась твоя, вроде бы, ну, закусочная, бургерная, Митбай Хабиб. Можешь немножко рассказать про нее? И вот мне тоже интересно, ну, твое имя, когда оно в каком-то названии, есть опасение, что может обесцениться немножко, например, там будет невкусно. Есть ли смысл давать название своего имени каким-то другим своим проектам? Потому что мы тебя все знаем как непобежденного чемпиона UFC, неоспоримого. Зачем называть закусочную своим именем? Если невкусно, да? Ну, смотрите, у меня есть бизнес, который я тоже не даю огласки, да, чтобы это сильно не связывалось, да, с моим именем. Есть там вот недавно я открыл кофейню тоже в Махачкале, я даже ни разу не постил, не говорил. Я просто хотел, чтобы люди, чтобы они пришли, чтобы это реально было, чтобы удобно, вкусно, чтобы это не привязывалось ко мне, потому что это общепит, и, ну, я могу как-то рекламировать, людей направлять, но когда они туда придут, они должны сталкиваться с удобствами, там, с едой, с обслуживанием, там, и так далее. Но в этом плане вроде бы нормально двигаемся. Да, вот насчет ИТМИД, о котором вы говорите, мы еще официально еще, ну, не зашли, она все в плане технического открытия, на стадии технического открытия. Ну, вот сегодня я сижу, посмотрю тоже, ну, этот проект, над которым мы работали, там, больше года, очень много нюансов было. И вот эти критерии, которые вы, там, отметили, насчет того, что, там, если я это рекламирую, должно быть, там, все правильно, вкусно, там, не должно быть, там, какого-то мошенничества и так далее, я это всегда учитываю. И для меня не просто так открыть бизнес, это, ну, недостаточно. Нужно, чтобы реально было людям, если я это рекламирую, чтобы реально, чтобы было полезно, удобно и так далее. Вот эти все моменты мы учитываем. И крайний вопрос от меня. Сегодня на пресс-конференции, по сравнению с пресс-конференцией, которая недавно была от Гориллы, нету Абубакара, Нурмагомедова и нету Усмана. Можешь сказать, почему? И с Усманом это вот в продолжении вопроса, который задавал девушка-коллега, это наказание за его проступок, можно сказать? Нельзя это назвать каким-то наказанием или еще что-то. Здесь также нету и по тем или иным причинам там нету Романа Власова. У нас это не все амбассадоры представлены, это все, кто смогли приехать, да, поучаствовать здесь. Я бы не назвал бы это наказанием. Я помню, в детстве, когда отец мой дневник брал, я не знаю там, я думаю, что здесь очень много родителей сидят, и у них практически у всех, я думаю, что есть дети, и многие из которых ходят в школу. И я думаю, что у очень многих этих детей, которые ходят в школу, должны быть дневники. Правильно я понимаю? И я не знаю, сколько здесь сидящих родителей проверяют их дневники, и смотрят вообще, ведут ли они дневник, заполняют, что им пишут учителя. Это же тоже очень важно, это же идет становление ребенка. И вот у меня всегда был дневник, и за этот дневник у него всегда прилетало. Просто это самое, которое для меня ненавистная вещь, это был школьный дневник, потому что учительница резко брала и все там писала. И вот отец когда брал, он неделю, каждую субботу отец всегда проверял. Ну там были минусы, плюсы, там за деньги, там поощрение, там за двойки, там принуждения, там разные подходы бывали. И вот отец всегда писал, меры приняты. Я такой думаю, ну в школе же в этом, в селе же учился так, русский язык у меня не так уж был. И я такой, я отца спрашиваю один, я говорю, а что такое меры приняты? Я говорю, ты уже здесь сколько лет пишешь? Я говорю, меры приняты. Он говорит, ты учительницу спроси, она тебе это объяснит. Так что насчет Усмана, меры приняты. Но ни в коем случае не наказание. Спасибо. Коллеги, прервоз. Спрошу про сам бренд Фитро, поскольку мало про него сегодня поговорили. Первый вопрос к Хабибу связан с тем, как решили вообще все-таки выкупить его, поскольку и так сотрудничали с ним. Почему было принято такое решение и как давно? Да, я был амбассадором. Я и здесь, которые сидят, многие из этих ребят, они тоже были амбассадорами Фитро. Но я исследовал рынок, я посмотрел, есть прирост, есть интерес, есть спрос. Почему бы не стать владельцем? Это была такая же история, как и с Игл и все. Когда была, помните, эта лига называлась GFC, я там был один из трех владельцев на тот момент. Но я понял, что я сейчас заканчиваю карьеру, у меня есть время, я могу этим заниматься, набирать команду, ставить задачи, и я сам могу этим управлять. Я решил выкупить и назвать уже ее Игл и все переименовать. Это было ровно год назад, в декабре. Вот за один год мы проделали огромную работу. Вы сами посмотрите, сейчас на каком уровне находятся Игл и все, и какие задачи ставят перед собой. Если год назад мы хотели организовать турнир в Нижнем Новгороде, и в Краснодаре, и в Москве, сейчас у нас уже задача, уже кардинально изменились, у нас уже задачу, мы уже ставим в Америку, уже в следующем году мы уже проводим там грандиозный турнир, да, и планируем 8-9 турниров. И то же самое с брендом «Фитро». Мы качали, мы развивали, мы рекламировали этот бренд, и про себя думаю, почему бы и не выкупить, если я могу собрать команду, если я могу этим заниматься, если я хочу учиться заниматься бизнесом, потому что я всю свою жизнь, я как бы был бизнесменом, все бойцы, они по-любому являются бизнесменами, тоже одновременно, но сейчас-то я уже сосредоточился полностью, и вот решили выкупить и начать направление. — Можем ли мы озвучить сумму сделки по выкупу? — С какой целью интересуешься? — Это точно разойдется в СМИ, и бренд еще сильнее популяризируется. — Ну она может и обратно это тоже дать, обратку тоже может дать, просто это знаете, это как коммерческая тайна, ну бренд, который мы полтора года качали, но как минимум он тоже немало денег стоит. — А если по-другому хотите просить, за какую сумму вы их уже отказались? — Ну за 10 миллионов я даже не разговаривал бы, например. Потому что я вот, например, я вижу огромный потенциал, у нас есть уже собрана команда, у нас есть офис, в котором мы уже полгода работаем в Москва-Сити, каждый день по 7-8 человек приходят на работу, это я уже не считаю на производстве и так далее. Ну вот в следующем году мы хотим конкретно заявить о себе, вот это то же самое, что и в Eagle FC, 7 года назад у нас были одни задачи, я надеюсь, да, что бренд Fitro, он станет таким мировым брендом, который будет представлен по всему миру. И у нас есть все возможности для этого, так что будем работать. — Давид, вот опять мы с ним напишем, что уже отказались от записывания. — И когда есть цифра, точно напишем? — Да, мы хотели продеть. — Да, было такое. — А что в планах по, не знаю, линейке питания по Fitro, что будет добавляться? — Ну у нас будут протеиновые батончики, будут завтраки, детские завтраки, правильное питание у нас будет, без химии. Пока что вот в этом направлении будем двигаться. Но в будущем, конечно, Fitro может стать, я не знаю, там потенциально какой-то, может быть, мы будем, не хочу что-то выделять, но продукты питания, продукты питания в дальнейшем, скорее всего, мы будем в этом направлении тоже развиваться. Но пока что это будут завтраки чемпионов, детские завтраки, и будут протеиновые батончики. А дальше уже посмотрим, уже посмотрим по ситуации. — Вопрос Никите Нагорному. Как в такой компашке существовать? Как вам окружение? Все акулы, все из агрессивного вида спорта? — Бороться надо учиться, что ли? Пусть учится. У него, он как, тело у него похоже на борца, на бойца, но вот надо проверить его на ковре. — Жду предложения о тренировке. Нет, на самом деле, я родом из Ростова-на-Дону, у нас много ребят приезжали, так как у нас, можно сказать, центр гимнастики, он собирался вокруг и Краснодара, Дагестана, Майкопа, и, в принципе, у нас ребята приезжали в интернаты, и у нас начиналась тренировка не с разминки гимнастической, а с борьбы. И приходилось тренироваться, приходилось как-то отстаивать свои физические способности. Ну и, в принципе, в будущем у меня как-то это осталось. До сих пор я хожу на тренировки единоборством. Ну, не каждый день, конечно, но когда есть свободное время, сейчас особенно в подготовке никаких нет соревнований, можно и по лицу получить, поэтому можно и походить. Поэтому, когда есть время, конечно, я хожу. И, в принципе, я слежу постоянно за ребятами и за им боями, поэтому для меня это что-то свое, ну, наверное, душевное, поэтому буду существовать комфортно. Если бить много не будут, конечно. А что из бойцовских дисциплин больше всего нравится? Я думаю, что все-таки, наверное, смешанные единоборства. Они, в принципе, сейчас стали, наверное, самыми популярными, где ты можешь не только бороться, но и заниматься ударкой какой-то. Поэтому, в принципе, я думаю, что здесь человек себе может найти каждый. Не получается в одном, можно в другое тренировать. Но мне нравится, наверное, в принципе, смешанные единоборства. Коллеги, есть ли еще вопросы к нашим гостям? Да, здравствуйте. Извините, сейчас только не нужно мне соперников искать, ладно? Я еще гимнастикой занимаюсь. А то сейчас предложения начнут уже. Можно я сразу продолжу? Продолжу и Никите предложу тренировку с олимпийским чемпионом Альбертом Батаргазиевым. Готов ли? Вот первый запрос пошел. А после тренировки что будет? Сражение у нас какое-то? Нет, конечно, я всегда открыт к предложениям тренировочным, спаррингу, конечно. Это я, в принципе, я же говорю, что я люблю это. Я этим занимаюсь в свободное время от своих тренировок, своего профессионального спорта. Поэтому сначала мы с ребятами здесь потренируемся, а потом уже пойдем на другие предложения будем принимать. Ну и продолжу про бокс. Таня, Федерация бокса России. Есть ли у кого-то... Сейчас есть тренд, то, что бойцы ММА выступают в ринге. И есть ли у кого-то из ребят какое-то желание, может быть, назвать имя соперника, с кем выступить по правилам бокса? Я хочу боксом. Вопрос к кому? Дураков нету. Вот если, может быть, кто-то бы сам бы хотел бы ответить. Даже не знаю. Я думаю, Мавлет может побоксировать. Если вы хотите кого-то травмировать, то Хазбулай на готове. Может, по боксу выскочить и с ноги дать. Так что... Ну, Мавлет боксирует, Ислам хорошо боксирует, техника хорошая. Не рассказал же, я вот на зубы смотрел. Зубы как пчела этот. Быстрые. Ну, не порхает, но жалит как пчела. Нет, зубы очень хороший бокс. Очень чувствительные руки. Вы сами видели в последнем бою. Я не знаю, там... Ну, если ноги можно привезет, конечно, Умар здесь... Умара ноги летают, конечно, по всему миру. Что здесь это? Хавала, вы сами видели, роняет каждый бой. Сколько уже у него нокаутов. Ислама не буду уже. Целый день за Ислама говорим. Не знаю. Про кого еще сказать? Хазбулай, ты как на руках? Ну, все ребята бьющие, вы сами знаете, сколько уже время они проводят стойки во время боев. Здесь все серьезные бойцы. А кто по боксу выступит, не знает даже. Если там какие-то конкретные предложения будут. Ну, я думаю, что у них у всех есть цели, там, бои, задачи на весь год. Если там... Ну, если деньгами, если кто-то там... Если деньгами, вы можете там мотивировать, мотивировать, я не знаю, кого там. Ислам здесь на Агатой. Юждак, деньги любят. Так что давайте предложение. Всех приветствую. У меня вопрос к Хабибу Нурмаганедову. Хабиб, приветствую. Вопрос очень важный. Интересует, мне кажется, всех. На какой стадии сейчас переговоры о возможном бою Хазбика на UFC? Общался ли с вами Дана Вайт? Может, какими-то секретами или инсайдами поделитесь? Все-таки очень интересно. И будете ли вы проводить тренировочный лагерь? И как это все будет происходить? Спасибо. Не, ну, Хазбиком давайте вообще, чтобы люди поняли, какая ситуация. Хазбик там, он в Хушете живет. У нас там Сайгид, Ислам, Гаджи, там все, кто у нас, ребята в Хушете живут, он сосед их. Мы вообще оттуда познакомились до того, как пока Хазбик был еще звездой. Мы еще оттуда, у нас очень хорошие отношения. И мы, когда у нас какие-то мероприятия боят, мы приглашаем, чтобы он там дома не сидел в Дагестане, чуть-чуть развелся, сюда в Москву привозим, там на турниры, там и так далее. Потому что, ну, болельщики тоже хотят его видеть. Он интересный же персонаж. Мы его так называем. И насчет боя я даже не знаю, даже я вот даже никогда не спрашивал его. Вообще, я думаю, что это вообще ненужная тема, зачем ему с кем-то драться. И вообще этим ребятам, ну, хайпуются, все хотят хайповаться, вот он будет драться с этим там. Понимаете, такая хайповая тема, просмотры, лайки. Ну, я не думаю, что таким людям вообще надо. Но он в зале бывает постоянно у нас. Приходит там много друзей, у него. А так, насчет боя я, конечно, это не поддерживаю. Я бы не хотел, чтобы он там с кем-то дрался, там, выходил в октагон, там, Абду Розиком, чтобы они дрались. Лучше всего, я думаю, что если они будут дружить, вот сейчас они очень, ну, на сильном хайпе оба, если они будут вместе дружить, какой-то там совместный там проекты делать, я думаю, что они большую пользу могут принести. Я даже знаю, один, еще тогда, еще тогда это нормальные деньги, для них были им, по-моему, на двоих миллион, кто-то выплатил им, какой-то человек, бизнесмен, я имя тоже не знаю, чтобы, лишь бы, чтобы они не дрались друг с другом, потому что он так, походу, увидел, что идет раскрутка ихнего боя, он вышел до них и договорился с ними, он говорит, я вам отправлю вот такие деньги, от меня это будет как пожертвование тоже. Главное, дайте слово, что вы не будете драться. Вот такая информация тоже есть. Но я бы тоже не хотел, чтобы они дрались. Ну, если помимо боя, то в Америке вообще, насколько это актуально, какие-то может предложения, вас просят с ним связать или может какие-то крупные контракты. Хазбик, Хазбик, больше популярный в Америке, чем в России. Я вам скажу, и здесь мне говорили, ну, пару раз я с ним фоткался, они думают, что он мой брат, что ли, я не знаю, где Хазбик, я говорю, я не знаю, где Хазбик, дома, наверное, они все спрашивают, что там Хазбик, в Англии я был на встрече с болельщиками, они там все спрашивают, Хазбик, Хазбик, организации, Беллатр, UFC, вы сами видели, Данавайт сам звонил, привезите Хазбика, если он в Дубае, потом это WWE, рестлинг, они хотят, чтобы он как-то к ним пришел, хотят ему там платить большие деньги, чтобы он просто там вышел в ринг там и так далее. Просто он очень популярен в Америке, за границей у него огромная популярность. Хабиб, вы знали, что официальный аккаунт UFC выложит, готовит промо, соответственно, Физиев против Хазбик, такое шуточное, хайповое получилось? Не, вообще не знал, ну, интересно получилось, но драться их не надо с Хабибом, я думаю, Физиев больше, чем он. Так что, да. Ренат, вопрос к вам. Соответственно, недавно, я думаю, уже пошел такой слух, что вы опасный соперник и немногие уже с радостью принимают бои с вами, поэтому вопрос, каково это вообще ощущать, что люди начинают бояться, вот только-только, скажем так, получаете какую-то медийность, чемпионский пояс, и люди заговорили, но вот уже появился страх в народе, добавляет ли это дополнительную ответственность в голове, какое-то давление, может быть, в этой связи есть? Приветствую всех, сейм ассаламу алейкум. Такого прям нету, что я не слышал, что меня там боятся, или просто каждый, наверное, хочет выйти, там не три раунда, а пять раундов, каждый хочет выйти подготовленным на все пять раундов, и когда я только выиграл в Пензе, это еще было GFC, я помню, на тот момент все говорили, наоборот, когда говорили вообще, кто это, как ему дали за пояс, и так далее, и у меня после того была такая мотивация, я хотел доказать, что я непростой чемпион, потому что я из этой команды, я тренируюсь с ними каждый день, я хотел доказать всем, что я не просто так выиграл этот пояс, я уже провел две защиты, я думаю, я уже чуть-чуть показал, на что я способен, и на тот момент, наверное, все думали, что быстро-быстро как-то за пояс подраться, и выиграть этот пояс, а сейчас начали опасаться, можно я отвечу чуть-чуть, на счет этого, я потому что владею большей информацией, ну вот пару раз даже нам приходилось проводить бойцов из вне лиги, которые еще не дрались, лишь бы, чтобы он подрался и защитил пояс, потому что были ребята, которые 3-4 боя подряд выигрывали, но они не хотели с ним драться, но вот сейчас у него ситуация вокруг его защиты, пояса есть претендент, Амаев, если не ошибаюсь, Рамазан его зовут, Рамазан Амаев, тоже 8-0, по-моему, очень хороший претендент, тоже по любителям чемпион мира был, по профессионалам хорошо идет, сейчас у него очень серьезное противостояние будет, вот этот бой, на самом деле, в этом весе, в 61, один из самых таких самых серьезных громких боев будет, может быть, это не настолько громко в медийном плане, но в конкуренции это очень серьезный бой, они будут драться, мы еще не решили, в марте они или в феврале подерутся, и также мы подписали бывшего претендента на пояс UFC, Рэй Борга, тоже будет проводить бой, если тоже выиграет, вот, у него впереди есть два потенциальных таких соперника, до того, как он попадет в UFC, но вот провести два боя, это почти год уходит, вот если Ренат проходит там, Амаева и Рэй Борга, я думаю, что мы после этого уже будем планировать подписать его в UFC, примерно такой план нашу Рената Хавалова. Хабиб, справа, вопрос про Александра Емельяненко еще один, когда я задавал его где-то с месяц назад примерно Шамирю Завурову, он сказал, что лиге Eagle FC совершенно точно никак не интересен этот человек и вот пару дней назад он снова примерно эти слова повторил и еще добавил, что ты когда с ним на эту тему общался, вроде как был тоже солидарен, но можешь, пожалуйста, чуть поподробнее свою точку зрения раскрыть в этом смысле и объяснить, например, если Бигфут Силова хорош для продвижения лиги, допустим, за рубежом, почему не хорош для продвижения лиги в России Александра Емельяненко? Буду отвечать кратко, я не хочу кого-то критиковать, за кого-то что-то говорить, но есть некоторые моменты, например, у нас в лиге, я просто, чтобы вы поняли, такого нету, что вот Хабиб, владелец лиги, я звоню, говорю, вот так делайте и все делают. Нету такого. Есть президент лиги, есть там другие ребята, которые в команде с самого начала и их слово тоже имеет весть, так скажем. Бывают некоторые моменты, я говорю, вот так вот так давайте, они говорят, не, не, Хабиб, у нас ситуация вот такая. Они меня Так что не всегда бывает так, что я звоню и говорю, подпишите вот этого бойца, потому что я его так считаю. Но если Шамиль Завору, президент ИГЛФС, говорит, что он неинтересен, а отсюда я такой, Хабиб выскакивает, а я такой, владелец лиги, я говорю, не-не-не, он интересен, его надо подписать, у нас такого нет в лиге. Так что если Шамиль говорит, что он неинтересен, он нам неинтересен. Еще вопрос о лиге. Очевидно, что имя Хабиб Нурмагомедов в целом как бренд помогает устраивать, помогает лиге устраивать турниры в любой стране СНГ, это логично вполне. Вот мне интересно, так ли это работает, так же ли это работает, вот сейчас вы заходите или заходите на американский рынок, настолько же просто за счет имени там устраивать турниры. И так же там относятся люди, там условно говоря, не знаю, там в штате Флорида губернатор, настолько же рад вам и лиге. Ну привлечь внимание, инвестиции, да, легко на самом деле, что отрицать. Так что такого нет, что мы пользуясь именем, что мы распыляемся, делаем там разные проекты, в которых даже не вникаем. Мы с самого начала, мы строим у нас, мы собираем команду, строим бизнес-план, смотрим, изучаем рынок, как у нас было с Eagle FC, точно так же мы изучали рынок и FITRO, когда мы хотели зайти, мы тщательно смотрели, думали. Так что это такого нет, что вот все, что нам предлагают, мы везде все берем, схватываем и беремся за это дело. Нет. Если мы в этом не специалисты, мы туда не лезем. В этом плане, да, имя, конечно, помогает. Это вначале зайти, там, открыть дверь, сесть за стол, переговоры, а дальше это уже, смотря, что ты предложишь, смотря, как ты будешь это все делать. Это же говорить можно одно, а дело доказывать, это уже совсем другое. Так что, чтобы заходить, да, имя помогает, но в дальнейшем там у нас-то большая команда, мы-то работаем. Еще хотел бы дополнить вопрос Миши про Лионеля Месси. Как считаешь, вот у него теперь семь золотых мячей, ну, неважно, насколько скандальным получился последний, все-таки у него теперь семь, у Криштиану пять. Глобально будет он в истории теперь безоговорочно первым и выиграно ли противостояние вот это эпохальное с Роналду теперь официально? Ну, даже не знаю. Ну, если так посмотреть, у Пелета ни одного мяча не было. Или у Марадоны, или, там, возьмем, там, сколько было, там, там, Ромарио выигрывал, там, сколько всего, там. В девяносто четыртом году он чемпион мира, но золотой-то он не получил. Европейцам тогда не давали? Ну, по-любому весь имеет золотой мяч. Ну, в любом случае весь имеет, но, не знаю, это на вкус и цвет, как говорится, это на любителя. Если можно, вот последний буквальный вопрос от меня. Видел в свежих рейтингах Белатар Усмана Нурмагомедова, значит ли это, что у него с карьерой в Белатар все хорошо, скоро он вернется, скоро у него будет бой и будет анонс? А что у него с карьерой? Ну, человек 14-0, как у него могут быть? Он там стоит в пятерке, в рейтинге. Они Белатар уже хотят, чтобы он за поезд дрался, мы так придерживаем коней, мы сказали, дайте еще одного, что мы еще прошли, потому что Усма молодой, 23 года. У него же никаких проблем с этим нет. У нас даже проблема в команде, что он выше стоит, чем Ислам Амедов. Хотя Ислам выиграл бывшего чемпиона Белатар, и тот, кого Ислам выиграл, он выше Ислама тоже стоит. У нас вот с этим проблема, а с проблемой Усмана в карьере у нас нету никаких проблем. Вот так, спасибо. Можно я вопрос задам? Да. Спасибо. У меня вопрос по поводу вашего бренда Water by Habib. Насколько мне известно, этот бренд ориентирован на Арабские Эмираты. Планируется ли выход на российский рынок, и кем вы являетесь в этом бренде? Будет ли какое-то слияние, поглощение Фитро и Water by Habib, потому что одна все-таки сфера, потребительские товары. Что думаете? Ну, у нас мы, мы вообще базируемся здесь, в России. Но у нас очень хорошее производство там, в Эмиратах. И рынок тоже у нас там, ну, все там налажено. Но точно так же у нас и в России тоже, у нас производство там уже, мы уже наладили. И основного два направления у нас будут, да? Если мы этот рынок освоим, российский рынок и рынок эмиратский, у нас, ну, считаю, что мы очень успешной компанией будем. Ну, и дальше, конечно, мы будем заходить уже и в другие страны тоже. Ну, слияния с водой, я думаю, что как такового у нас не будет, потому что вода, она сама по себе, она отличается от утренних завтраков, там, детских, да? И протеиновых батончиков, и вода это что-то, разные рынки. Так что будем сами по себе развиваться, по отдельности. Всем, всех приветствую, очень рад вас видеть. У меня вопрос к Магомеду Расулу, Хазбулаеву. Поздравляю с защитой пояса. Ближе микрофон сделал. Поздравляю с защитой пояса, очень рад за вас. И хотел бы узнать, интересен ли был вам бой с Нариманом Абасовым, с чемпионом Лиги Файт Найтс? Как вы смотрите на это? Валейкум, салам, добрый вечер всем. Спасибо за поздравление. Да, на самом деле, недавно я защитил, сделал защиту, первую защиту. И сейчас следующий бой у меня просто назначен. Это будет в марте, в конце, скорее всего, 2022 года уже. Чтобы с Нариманом драться, у меня просто лига другая. И так я вообще и в прежних боях, как бы себе соперника вот так, у меня не было на самом деле именно такое, чтобы я хочу именно с этим бойцом драться. А если такой шанс, например, если будет, ну, я приму такой бой. А так, Лига ИСЯ, я думаю, мне такого шанса, наверное, пока я думаю. Ну, не рассматривал этот вариант. У вас уже запланировал следующий соперник? Знаете, кто... Ну, тут у нас еще один момент, у меня 66, я выступаю в категории 66, а он на 70. Ну, если... Плюс еще, я не думаю, что он сможет сделать 200 даже. Спасибо. Вопрос с Иславом Махачевым. Можно за Иславом Хабиб. 10 лет назад, около 10 лет назад в интервью заявлял, что когда выиграет пояс, оставить этот спорт, так и произошло. Через три защиты он оставил этот спорт. Есть ли у тебя в планах после того, как ты возьмешь пояс, заищаешь его, возможно, оставить этот спорт? Или ты будешь заищать его, пока позволяет здоровье? Ну, у меня нет такого определенного, что когда мне исполнится столько-то лет, я оставлю. Я уже говорил и повторюсь, что если я почувствую, например, в зале я сейчас работаю с ребятами и конкурирую там с кем-то, кого-то выиграю, с кем-то тяжело бывает, но я себя почувствую, что я уже уступаю там молодым ребятам, что уже не получается где-то в каких-то аспектах там выиграть кого-то, то я уже пойму для себя, что я уже иду на спад, и я не хочу завершать карьеру с поражениями там, не знаю, когда у тебя уже не прет, но ты стараешься заработать деньги, у меня нет таких целей. Когда я только, как только пойму, что я пошел на спад, то тогда я завершу карьеру. Может быть, это после того, как я защиту там титул 3-4 или 5 раз, или может больше. Спасибо. Можно Ренату Хавалу вопрос задам? Ренат, многим интересно вообще, откуда ты, как ты пришел в этот спорт? И второй вопрос, после третьей защиты титула, в какую организацию хотел бы выступать? Белатер и все-таки UFC. Ну, я как бы, ну, начинал с вольной борьбы, потом перешел, начинал, но я вообще родился, я не в Дагестане, родился я в Калмыкии, у меня родители до сих пор там живут, у отца там ферма. И вот я там тренировался, потом уже поступил в Махачкалу и перешел в школу Абдулманапа Нурмагомедова. И уже, когда выступаю, самое что, вот я сказал, что у меня у отца ферма, всегда, когда я, после боев у меня бывает неделя, может, отдых, но у меня отдыха не бывает. Отец знает, что там нам неделю дают отдых, и он сразу, говорит, приезжай сюда, говорит, я еду туда, а там уже отдыха точно не бывает. И так я сейчас уже как-то более ответственный, наверное, то, что уже я чемпион, и каждый боец, уже претендент лучше и лучше, уже у кого-то 6-0, у кого-то 7-0, у кого-то 8-0. И уже я отцу говорю, меня уже не зови туда, говорю, мне надо готовиться, говорю. Подожди, это у отца бараны, да? Да, да. Это тебя это баран бросил на этом видео, что ли? Помнишь, в группу отправляли. Ты был там, да? Да, да. Что-то, что-то... Один раз его, как баран скрутил, он же был на видео. Я его скрутил. Лучше, это пару лет назад. Подожди, я даже не знал, что это было. Подожди, подожди. Звук только убери. Подожди. Я сейчас понял, откуда он научился бороться. У меня там тоже бывает просто спарм. Нет, это нельзя, зоозащитникам нельзя это показывать. Это показывать нельзя. Нет, не показывать. А я даже не знал, прикиньте, да? Когда ЮСИКОЕС выиграть, потом продам я это видео. Почему-то я думал, что ты Хушетский. Нет, нет, нет. С Калмыкии, да? Да. Яхабиб, вопрос могу тебе задать. Ну, все мы знаем, что ты являешься большим поклонником футбола. Недавно начала появляться информация о... Тебя не слышно, друг, тебя не слышно. И недавно начала появляться информация о Иглс спортсменеджменте. Это твое новое направление какое-то. Расскажи об этом, пожалуйста. Ну, Иглс спортсменеджмент. Мы сейчас будем развиваться в футбольном направлении. Вы сами знаете, мы открыли академию в Дубае. Зидорфа Месси, Зидорфа Биг Перформанс Клаб. Мы сейчас будем открывать и... Следующее. Ну, мы здесь в России тоже планируем открыть. В Марокко у нас есть партнеры и в Канаде. Вот в этих местах мы будем открывать школы. И в Эмиратах, конечно, которые мы открыли. И в Иглс спортсменеджмент. Мы будем предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов. И мы долго над этим работали. И до сих пор у нас идет работа такая, знаете, на стадии завершения. Вот в следующем году я уже это больше анонсирую. И уже будем работать и вести вообще футболистов. Вообще цель такая, чтобы молодых ребят вести с детства. И в футболе вы сами знаете, там, если тебе 15-16, если тебе 17 лет, если ты не играешь в серьезной команде, у тебя будущего не будет. Так что мы хотим их вести, помогать им и подписывать за рубежом. Это будут там Эмираты, Саудия. И, конечно же, основной фокус это на Европу, на европейской лиге. Спасибо. Еще один вопрос, если позволите. В последнее время ваша родина, Дагестан, начала набирать обороты в сфере туризма. Мог бы ты рассказать о своих любимых местах у себя на родине? Какие места стоило посетить туристу, который туда прилетит? Ну, в Дагестане даже есть места, где я сам даже не бывал. Я только вот в этом году, например, даже был в Гунибском районе. Я до этого никогда там не был. Там есть старые села, там есть сам Гуниб. На Юждаге можно побывать очень много мест. Я даже не буду говорить про крепост на рынке Ла в Дербенте. Кроме этого, тоже есть очень много исторических мест. Там каньон, там и так далее. Ну, очень много мест. Горы, природа, реки, леса. В этом плане Дагестан, конечно, очень сильно развит. И какой-то вклад я сам тоже стараюсь, знаете, как, внести. И я думаю, сама инфраструктура, конечно, не готова к такому большому количеству потока туристов. Но в будущем, я думаю, что это станет один из самых таких основных бизнес-доходов нашей республики. Потому что не может быть такого, что столько красот в этой республике и мало туристов. Сейчас люди очень путешествуют, ездят, смотрят. В связи с ковидными ограничениями, у нас в России люди стараются внутри России летать. Так что в этом плане Дагестан уже в этом году был одним из таких лидирующих мест. Наряду с Крымом, Сочи, там и в Дагестан прилетали. Я думаю, что в этом направлении мы только в лучшую сторону будем развиваться. Спасибо. Спасибо. Последний вопрос я задам. Хабиб, когда у тебя был последний раз в отпуск, настоящий, где не нужно решать какие-то вопросы, или куда-то ехать, летать, просто уделить время семье и остаться дома? Ну вот, когда это было, в начале декабря, не, в начале ноября, где-то вот 15 дней. У меня тоже бывает, я иногда теряюсь, раз потерялся, отдохнул, потом мне звонят, это где. Такое тоже бывает. Иногда нужно так, знаете, как отойти от дел, чуть перезагрузиться, это очень важно. Но полностью отходить от дел тоже тяжело, потому что есть дела, там очень много вещей, которые от тебя зависят, нужно решать. И вообще, пока молодой, да, пока меня хватает, энергия есть, могу делать. Я от этого тоже не страдаю, но я просто всю жизнь, я вот с детства, да, вот всегда привык, что каждый день у меня был расписан. У меня не то, что это сейчас, да, началось, у меня это всегда было. Я всегда расписывал, там неделя, там месяц, в этом плане, конечно, у меня организм привыкший к суете, так скажем. От дисциплины. Друзья, пару вопросов и закругляемся. Здравствуйте, Владимир Швалов, первое студенческое агентство спецспор. Два вопроса есть, первый к Магомеду Расулу Хазбулаеву. Насколько я правильно понял, вы сказали, что пока не знаете своего следующего соперника, но четыре дня назад на портале Вести КЗ появилась информация, что весной 22-го года у вас намечен бой с Сулеймановым как защита дитла. Что вы скажете об этой новости, можете ли подтвердить эту информацию? Я не сказал, что я не знаю своего соперника. Я сказал, я говорю, я не знаю, у меня вообще в жизни состоится ли бой с Нариманом Абасовым. А так у меня, да, назначим бой, это в марте, я сказал, 2022-го года, это через три месяца где-то. И моим соперником будет Алихан Сулейманов. Что скажете о своем сопернике, какие ожидания от боя? Соперник молодой, крепкий парень, борется очень хорошо. Ну, а что там в клетке произойдет, уже будет известно потом, конечно. И еще один вопрос к Хабибу Нурмагомедову, как владельцу бренда «Фитро». Сегодня эта тема уже частично затрагивалась, но все равно хочу уточнить. Сейчас бренд выпускает спортивное питание, и это его основное направление. Также с этого года выпускается линейка одежды, медицинских масок в период пандемии. Так вот, какую продукцию бренд планирует выпускать в будущем? Может, есть какие-то четкие планы или мысли? Ну, помимо уже упомянутой. Даже не знаю, но я думаю, было бы разумно, если чай, наверное, выпустить или кофе производить, например. Это тоже очень актуально сейчас в наше время. Есть очень много знакомых, кто работает в чайной области, в Турции, в Индии. Кто кофе производит, кто кофе выращивает. Я думаю, что в этом направлении тоже можно было бы. Но до сих пор я никогда эту тему даже не обсуждал. Я так просто фантазирую, да, так скажем. Я думаю, что в будущем, если бренд сильно будет развиваться и станет популярным, почему бы и нет, почему бы не производить очень хороший кофе, например. Примерно вот в этих все будет, знаете, как сосредоточено продуктами питания. Заключительный вопрос из зала, пожалуйста. Хабиб, по поводу Беллатора. По поводу двух бойцов из Беллатора. У Ярослава Амосова рекорд сейчас 26-0. То есть уже, так скажем, до вас уже совсем немного ему осталось. Вот на ваш взгляд, если он придет в UFC, он смог бы добиться в UFC такого же успеха, как и Беллатор? Или это максимум топ-15, но максимум топ-10? И второй вопрос по поводу Вадима Немкова. Вы бы включили бы его в топ-3 лучших российских бойца, вне зависимости от весовой категории? Я думаю, да, можно было бы. Не Немкова в топ-3 включит. Ну, Петр, Иоанн, Ислам и Немкова. Ну, сейчас, смотрите, там есть, у нас также есть Анкалаев, есть там, я не знаю, там Забитец. Тоже ситуация непонятная, да, тоже не проигрывал. Ну, много бойцов есть, есть, ну, сейчас всех тоже не назовешь сразу. Ну, можно было, потому что он выиграл поезд, защитил, долгое время не проигрывал, очень хорошо выступает и по любителям огромная карьера. Я думаю, что спокойно можно было бы. Насчет Ярослава Амосова, вообще говорить, что можно было бы, это как-то неправильно, что мог бы. Давайте говорить, что он сделал, но он же выиграл, Лиму выиграл, выиграл Неймана Грейси, выиграл, я с ним знаком, я хорошо с ним дружу тоже, выиграл, вот парень был, Эд Руд, выиграл, ну, хороших, очень крепких бойцов выиграл. Я думаю, что в UFC тоже он далеко пошел бы, и если подпишет, там, у него сейчас поезд, я думаю, у него продлевается контракт, если подпишет, то в UFC, в UFC тоже у него хорошая карьера будет. Почему? Потому что он и бьет, и борется в борьбе, он, ну, когда человек просто, там, у него одна дисциплина, у него есть большая вероятность, что он проиграет, там, тому или иному. Если человек может и бороться, и бить, и в партере работать, и есть любительская карьера, и уже и в профессионалах огромный опыт, но его тяжело таких людей остановлют. Есть такой боец, который в трештоте, на мой взгляд, реально переходит грань, это Кулбик Овингтон. Вот у вас, когда вы, там, читали его твиты, какие-то новости с его, там, с грубыми словами, хотя бы раз, вот было, вот, желание взять и, так скажем, побить его. А у вас бывает такое желание? У меня? Ну, по поводу Кулбик Овингтона, ну, я, честно говоря, тут только с профессиональной точки зрения, с журналисткой это все дело воспринимаю. Ну, я же тоже могу иметь профессиональную точку зрения и не бить людей. У меня тоже может быть такое. Вы не думаете, что все, что связано, да, с окружающим миром, ее можно решать, побив этого человека. Иногда будет, вот, профессиональная точка зрения, и смотришь, ну, работает. Ну, вы видели, что он говорил после боя? Как только бой закончился, Камар Усман. Он? Да. Сразу после поединка? Сразу после поединка. Он ему руку пожал? Руку пожал. Что дальше говорил? Они там с ним обнялись. А, он сказал, что это, мол, все для шоу было сделано, ты это дело всерьез не воспринимай. Так что я к этому вот так отношусь. Конечно, если, когда человек вообще выходит в интернет, и, ну, видео, они-то не удаляются, они на всю жизнь остаются. Там, вот, даже вот, вы задали вопрос, вы сказали, что в 13-м году у меня было интервью, правильно? Да, а во дворе уже почти 22-й год. Вы прибегнули, там, в 10-летней давности, да? То же самое, люди будут смотреть, наши дети будут смотреть, внуки будут смотреть. Это все не удаляется. Так что я думаю, что, ну, совет, если вы, там, бойцы, да, там, скажем, хотите, там, подогревать интерес к какому-то бою, там, лучше не заходить, вот, в оскорбление. Знаете, там, называть человека, там, матом, там, что-то будет делать. То же самое, то, что происходит между Александром Емельяникой и Артуром Гусейновым. Ну, это тоже, ну, как минимум, неприятно это смотреть. Хотя это вообще, да, вроде бы нас, там, ни вас, ни меня не касается, они так между собой бодаются. Ну, неприятно, как минимум. Потому что много детей, много подрастающих, пока они нас смотрят, да, они такие, а что, так тоже можно было? Вы же знаете это слово. Так что это очень опасная вещь. Я бы не хотел бы. То, что он там говорит, ну, мне неприятно, ну, одними ударами это не изменит. Это просто, это индустрия уже идет в эту сторону. Ну, было бы хорошо, там, например, такие, как я, тот же самый Колби, чтобы мы это останавливали, да? Продвигать же тоже можно по-разному, да? Ну, я этого не поддерживаю, но ни в коем случае я не хотел бы там кому-то по голове давать. У меня буквально, я короткий вопрос задам, да. Нет, нормально, пусть последний вопрос задаст. Камил Гаджиев, который делает двухчасовые постфайт конференции, говорит, что все устали. Нет, просто на всех, этот, Игорь, на всех конференциях он сидит. Да, да, я понимаю, сначала разгоняет эту тему, а потом говорит, долго сидим, я понимаю. Я не знаю, что все устали. Нет, нет, Камил, ты менеджер, мы поняли, да, мы поняли. Да, и дайте последний, пусть будет. Да, обиды, пожалейте. Давай, давай. Хабиб, недавно был день рождения твоего отца, к сожалению, его с нами нет, но есть зал славы UFC, в котором есть не только бойцы, но и раздел такой выдающейся личности. Как ты думаешь, или может быть с тобой кто-то общался на эту тему, возможно ли в будущем его включение в этот зал славы UFC? Ну, да, было день рождения на днях, ну, когда отец… Ну, у нас она никогда не проходила как-то бурно, да, там день рождения, день рождения, как таковой, я никогда не помню, чтобы отец отвечал свои день рождения или же мои день рождения. Я же тоже был ребенком, да, так скажем, я когда рос, я тоже, ну, никогда не уделял этому какого-то внимания. Например, Камиль Гаджи любит День Рожжения праздновать. Да. Ну, его там... Он так решил. Это его... У меня так не было. А насчет Зала Славы, я думаю, это будет зависеть от Ислама, от Умара, от ребят, которые... Например, я ушел, и в этом же вещи еще один чемпион приходит. А это уникальная вещь. Это же не просто там мы к нему пришли на тренировки, там, когда нам было 23 года, за плечами у нас была огромная любительская карьера, и он там нам устроил в боях, и мы стали чемпионом UFC. Это же мы же выросли, мы с детства, с 2000 года там у отца тренируемся, и вот так, чтобы вырасти двух чемпионов в одном весе, в одно поколение, я думаю, что как для тренера это дорогого стоит. И если UFC конечно обратит это внимание на такой успех, на такое воспитание, то я думаю, что как минимум отец заслужит там побывать. Но у нас же также есть это наследие, это продолжается, есть Усман, есть Умар, есть Абубакар, которые там... Если мы там зубы с 13-го года знали, эти ребята-то выросли у него дома, у него перед его глазами, у него на тренировках. Так что я думаю, да, в будущем... Ну это уже вопрос к UFC, я такие моменты не лоббирую, и как-то не хочу там быть причастным. Но если они решат, конечно, было бы приятно. Коллеги, всем спасибо, давайте потихонечку расходиться. Сейчас можно будет сделать общее фото с брендом-амбассадорами здесь в центре зала, так что вы можете урвать пару фотографий для себя. И всем спасибо за то, что пришли. Батончики нельзя было хоть на стол поставить, а брать... Давайте, почему не поставим? Давайте.